Флёра идёт. Главное, что инженер, специальный человек, он следит, чтобы текст шёл нормально. С моими паузами художественными. И я его так бодро читал. Не, ну, получалось даже лучше, чем так. Мы говорим уже, да? Да, наверное, говорим. Вот, здравствуйте, дорогая публика. Здравствуйте. Здравствуйте. Я беседую с Головчанским, с Григорием Петровичем. Он кандидат или доктор? Кандидат. Кандидат исторических наук. Он археолог, занимается археологией Пермского края. Вообще, Пермский край, по моим понятиям, относительно малонаселённое место, ну, по сравнению, скажем, с Центральной Европой, да? Безусловно. И даже, наверное, с Московской областью. Поэтому тут исторически малонаселённое место. Вот в многонаселённых местах там всё перекопали, не археологи, а вот там лопатой экскаватором строили, прокладывали, бом-бом-бом-бом-бом-бом. У нас, к сожалению, тоже перекопали всё. Всё уже. Только не тракторами, а люди с металлодетекторами. С металлодетекторами. Ну, это уже наша эпоха, да? Да, выходишь там, лунный такой горизонт. А что же они искали-то? Так памятников в Средневековье у нас много. Да, мы сами. И чёрных археологов. А, вот чёрные археологи понаехали из Африки, да? Да. Очень чёрные. Понятно. Там у продации есть чёрные, серые и так далее. А чем чёрные от серого? Серые говорят, что они не чёрные. А, вот и всё, да? Ну, может быть, а вот с Шлиманом он был чёрный или серый? Ну, он был ещё вне цвета, потому что это было до тех времён, когда, как там, кванты, когда оформилась методика археологических исследований. Сейчас, конечно, профессиональные археологи к Шлиману относятся, ну, тяжело относятся, особенно те, которые занимаются Троей и всеми теми вещами. В археологии есть золотой принцип. Если ты памятнику ничего не угрожает, его лучше не копать. Потому что, там, через сто лет, через двести, через пятьсот, его придут и раскопают гораздо лучше, чем ты. Ну, так можно вообще-то не копать. Вот, и поэтому... Впереди ты ещё стоят двести лет, ты точно есть. Да, и была бы такая возможность, конечно, бы никто ничего не копал. Сейчас одно из самых перспективно развивающихся направлений в археологии – это неразрушающие методы. Это когда ты ничего не копаешь, памятник остаётся таким, как есть, а ты его изучаешь. Это самое крутое. Ну, кстати, и радиоизлучение, по-моему, помогает. Ну, и радиоизлучение, там много всяких. Медиолога. Ну, там можно всякие большие объекты под землей находить, типа, там, пустоты, сооружения. Ну, это само собой. Все эти георадары на щелчок пальцев сейчас ловят. Вопрос о интерпретации полученных данных и вопрос, конечно, увеличения разрешения, скажем так, подобных исследований. Но это очень перспективно, это классно, это вот то, что надо. Потому что у нас ведь археология, она разрушает предмет своего исследования. Один раз раскопал, второй раз уже не раскопаешь. Поэтому с Шлиманом проблемы. Он трое выкопал, но на самом деле он её выбросил на поверхность и взял несколько крутых вещиц, которые лежали в слоях. А попробуй восстановить картинку, которая была при Шлимане. Археология занимается именно этим. Она же не... Мы не расхитители гробниц. Я очень удивляюсь, что сейчас до сих пор археологи, занимающиеся трое. А как они будут заниматься, если её уже нет? Ну... Холм Гессарлык вам весь раскопал? Ой, там дело тёмное. Или они копаются в его отвалах? И в отвалах, я думаю, тоже копаются. Я не занимаюсь этой проблематикой, поэтому сказать точно не смогу, что там происходит. Но наверняка что-то происходит, потому что даже наши исследования, вот мы бывают, перекапываем раскопы наших предшественников. И эти работы тоже приносят информацию. Это новую свежую. Ну да, как золото, когда ищут. Сейчас приходится как-то выкручиваться, потому что часть памятников, что называется, разрушены. И что с ними делать? Разрушены ли предшественниками, что редко бывает. Ну, я имею в виду историками, археологами, или разрушена техникой, более поздними постройками или чёрными грабителями. А вот что делать с этими памятниками? Как извлечь хотя бы те крупицы информации? Стоит ли оно того, которые там всё-таки сохранились? Ну, это тоже... Но вот всё-таки не согласитесь со мной, что вот этот неразрушающий георадар, он там не позволит вам изучить какую-нибудь пряжку маленькую, да? Ну, мы стремимся к этому. Потому что там на самом деле достаточно хорошее разрешение, и получают... Ну, не буду врать, это на самом деле всё равно, конечно же, на стадии становления метода. И надеюсь, что через 100 лет, через 50, через 10... Вот то, что происходило в археологии 20 лет назад, и то, что сейчас, это просто качественное отличие. Ну, поэтому через 20 лет у нас наверняка появятся какие-то новые технологии. То есть, это по всей видимости, можно так пофантазировать, полёт фантазии. Вот если раньше астроном, это был человек, который в обсерватории, там, делал фотографии из звёздного неба, всё. Теперь это астроном, человек, который сидит у себя дома, и через компьютер смотрит снимки, которые сделал космический телескоп. Ну, безусловно. Примерно так и должно быть. А тут будет, значит, георадар повсеместно, контроль за поверхностью Земли. Он и сейчас осуществляется, значит, со спутника будет наверняка георадар. Ну, уже используется. Вот, видите, как здорово. И он будет сидеть себе дома и говорить, так, я поизучаю древний артефакт Антарктиды. Большинство археологов так и делают, на самом деле. Полевиков ведь от общего количества тех людей, которые работают с археологическими объектами, не так много. Но больше тех, кто работает уже с отчётами, с источниками. И более того, ты раскопал сам, будучи полевиком, один памятник. Там до тебя было 30 предшественников, которые копали ту же эпоху и памятники той же поры. Естественно, ты диссертацию, монографию, статью пишешь, ты используешь их материалы. И используешь материалы, которые ранее не были опубликованы. И, более того, обрабатываешь те материалы, которые были когда-то накопаны. А накопано огромное количество всего. Это нужно ввести в научный оборот. В общем, если сейчас раскопки остановятся везде, я думаю, что археологам работы вот ещё на несколько столетий хватит для того, чтобы уже обработать то, что было накопано. Перебрать те черепки. Но это не значит, что на этом надо останавливаться. И мы полностью всё знаем. Имеется в виду, уже полностью всё раскопали. Поэтому можно успокоиться. Нет, конечно, каждый год там приносит новые открытия. Ну, так вот. Я вот тут начал сначала про возможность копать. Вроде как, тут у вас некопанное место. Оказывается, всё перекопано. Чёрными и всякими серыми копателями. А вот, всё-таки, место такое интересное. Ведь мы привыкли к цивилизациям, которые где-то там в райских уголках живут. У вас уголок не райский, но и не адский. Тут вообще можно жить. И цивилизация тут достаточно давно была. И у неё был уникальный ресурс, по понятиям других цивилизаций, пушнина. Ну, цивилизация. Что мы будем называть цивилизацией? Цивилиз, то есть, города, да, страна городов. Нет, ну, это не городарика русская. Если брать там какую-нибудь эпоху бронзы. Были городища, были селища, были могильники. Конечно, все эти типы памятников здесь встречаются. Но именно вот в современном понятии цивилизации это трудно назвать, наверное, всё. Ну, всё равно, ну, у меня такое понятие. Уже вот люди, у них какой-то язык, какое-то общество. Они какие-то отношения друг с другом выстроили. Вот в этом смысле цивилизация. Явно эти отношения отличаются от тех, которые были, ну, скажем, в древнем греческом полюсе, или там в Египте, или вот... Я прошу прощения, иногда у меня просто преподаватель просыпается и говорит, надо правильно использовать термины. Я согласен с вами, да. Ну, я вот в этом смысле использовал этот термин. Ну, они существовали, получали, они участвовали в обмене, и к вам много всего понавезли. И я так понимаю, в основном, то, что вы находите в уроскопах, это не своё, а привозное. Нет, нет, тут всё разное. Тут и своих культур более чем достаточно. Более того, с эпохи каменного века, и там выделяется камский, там, мезолит какой-нибудь, который дал толчок к развитию, ну, я не знаю, зауральского мезолита, может быть, или наоборот, там эти процессы... Ну, это средний каменный век. Ну, это, к примеру... А вот давать так вот, чтобы было понятно, что ранний каменный век, который более-менее примитивное орудие, да? Ой, ну, про примитивность я тоже бы не стал говорить. Это каменное орудие, скажем так. Просто есть некая среда, есть некие существа, которые пытаются изготовить орудия труда. Среда меняется, существа меняются, там, какие-то когнитивные возможности другие возникают, может быть, появляются там новые виды орудия, или вымирает какая-нибудь гигантская фауна, и приходится приспосабливаться к новым условиям. И все это влияет, конечно, на эволюцию материальной культуры. Палеолит – это самый длинный период в истории человечества, если человечество брать не Homo sapiens sapiens, а вообще человечество, и Витхомок. Или там даже с момента... Род, Хомок. Да, род, я говорился. И с момента появления даже человекообразных обезьян, когда там оригинальная деятельность только-только зарождается, и завершают... Оригинальная, понятно. Да, и это там несколько миллионов лет получается. Мы, Homo sapiens sapiens, это где-то в Европе примерно... Ну, в Евразии 30 тысяч лет, в Африке чуть подольше. Ну, там антропологи спорят, можно Дробышевского посмотреть, он там все это классно рассказывает, какие подходы существуют по этому поводу. Вот, ну, значит, и мезолит, ну, он... Мы же, как бы, археология, она зарождалась, как наука о вещи, а не о человеке, наверное, потому что мы изучали материальную культуру изначально. И вот мезолит, он характеризуется новым набором орудий. То есть, вот раньше использовали в палеолете крупные какие-то камни, из них изготавливали орудия труда, то в мезолитке более характерны вкладышевая, так называемая, техника, когда берется основа, там, костяная, деревянная, и в нее острые камешки вставляются для того, чтобы сделать универсальное или, наоборот, специализированное орудие. Это, вот, как одно время в, как это называется, в парикмахерских, были такие бритвы, брить, значит, это такая вот... А в нее, значит, он вставляет половинки безопасной бритвы. Вот, 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 примерно такая же. Это технология каменного века, на самом деле. Это адаптированная к современности. Да, уже, да, с металлом. И я к чему? Я к тому, что говорить о примитивности не приходится. Огромный период, самую большую жизнь человечества, каменный век, и они, безусловно, совершенствовали свои технологии и орудия труда. И, более того, мы же знаем только о маленькой-маленькой части этой культуры, то, что в камне сохранилось. Я не знаю, этот век, наверное, каменным нельзя было называть, на самом деле, он деревянный, там, костяной. Я подозреваю, что это были самые распространенные шкурные века. Шкурные люди ходили по шкурному веку. А были тогда ткани? Как появляется это ткачество? Ну, ткань, это отдельная история. Ткань, это все-таки уже как какое-то одомашнивание должно быть растений или животных. А вот шкуры, то они у неандертальцев еще появляются. И, кстати, узнали по блохе. То есть, по вши. Вши были? Определили, да, плотяные вши, когда появились. И биологи изучали вши и выяснили, что они появились еще во времена, когда здесь господствовали неандертальцы. Следовательно, у неандертальцев бывает одежда, потому что если нет одежды, и плотяных вши тоже. Не плотяных вши. Ну, это тоже такое. Есть только головные. А как они отличили плотяные от головных? Ой, я не биолог. Это ведь один и тот же вид, между прочим. Говорят, делались эксперименты. Как ты хитрый? Превращали головных в плотяные, а плотяных в головные. Как ты хитрый? Я говорю, я не биолог, поэтому я верю на слово. Приходится, опять-таки, находясь на перекрестке разных наук, разных дисциплин, верить на слово. Понятно. А как все-таки они этого, что поймали? Эту современную вошь поймали. Вот и изучали ее геномы, пришли к выводу, что сформировался он тогда-то. И вот это вот. Да, там все страшно. Я как вижу, так распугаюсь. Все эти публикации. Плотянувший, значит, свой геном. Меня учили, что это один бит. Ну, вот наука двигается, наверное. Да, наука провергла, значит, для самом деле. Но, опять-таки, еще раз, приходится на слово верить. Приходишь к биологу, он говорит, вот так вот было. А кто его знает? Попробуй проверить, нам биологом стать тогда. И надо бы, мы сейчас ведь на эпохе, когда универсальная наука появляется, специализация как-то теряется, узкая. Ну, вернее, каждый уходит в узкую какую-то тематику. Ну, нужен коллектор, который бы все это дело собрал. И вопрос-то в межнаучной коммуникации. Правильно поставить вопрос, а потом еще правильно проинтерпретировать ответ. Приходишь к какому-нибудь геофизику и говоришь, мне нужно вот то-то, то-то узнать. А насколько он точно понял, что тебе нужно узнать. А потом он приходит к тебе со своими разработками и говорит, смотри, как круто получилось. И ты эти разработки пытаешься гуманитарным умом применить к своей же науке. И делаешь какие-то выводы, которые могут быть тем же естественникам, восприняты с широко открытыми глазами. Типа, что это вдруг? Такое тоже случается достаточно часто. Особенно в археологии тоже бывает с математикой. У нас возни такие веселые бывают, что мы что-нибудь не вычисляем, а потом выяснится, что это совсем не то. И вообще эти формулы неприменимы к данным. Такое бывает. А насколько мобильны были люди в каменной веке? То есть не то, что с места на место как-то переходили, а как широко у них была культурная вот эта вот, культурный обмен. Ведь я понимаю, что камушки делать, это на самом деле искусство высокое. Наверное, даже более высокое, чем что-то делать из металла. Ну, потому что из металла меня просто учили делать, а вот из камня меня делать не учили. Есть такое направление в археологии, это экспериментальная археология. Современные экспериментальные археологи делают каменные орудия, тратя на них там несколько минут буквально. Это они молодцы. И они делают это. Человек, который закончил современную школу, проучился в университете, а не тот человек, который с молоденчеством этим занимался. И, соответственно, я подозреваю, что профессионалы каменного века делали это еще лучше и быстрее. Но я имею в виду, а насколько это вот обмен идеями происходил? Ну, происходил. Кто-то ведь должен был когда-то все придумать. Я не каменщик, не масон, а вот это самое. У них, ну, то, что ты так считаешь, для общего развития, конечно, да, взаимодействуя, проверяют очень интересные, кстати, по анализу камня, откуда камень, орудия где-нибудь находят за тысячи километров от того места, где было... То есть вот такой был обмен материей? Да, обмен большой был. Ну, передвигались, трудно сказать, потому что, опять-таки, огромный промежуток времени отделяет нас от той эпохи. И очень скудная источниковая база, то есть каменные орудия, которые... Были ли это путешественники с каменным орудием, которого тут оставили? Или путем обмена это все пришло? Или вот тут привезли этот источник? И даже не обязательно о камне разговаривать. Вот у нас рядом с аэропортом Большое Савино раскопки средневекового могильника шли, и там нашли медаль римского легионера. И вот как она сюда попала? На Урал. Да, с римским легионером, но вряд ли, потому что эпоха немножко другая. Там первый век, памятник более поздний, эпохи уже великого переселения народов. Но вот кто сюда и как эту вещь притораканил, никто не знал. Значит, был торговый обмен. Ну, вещь-то, видимо, хорошая такая. Ну, безусловно, такая. Там пупсик такой классный. Пупсик такой, да? Это мы видели там музей этого пупсика. А на камее сделано из какого-то камня, да? То есть это не совсем медаль. Ну, у нас медаль не из металла, обычно представляю. Ну, да, награда, скажем так. Награда. Это такой отличительный знак. Ну, то, может быть, на обмен привезли, как-то, скорее всего. Сюда ведь везли какой-то, вот вы рассказывали, из Ирана с ассанинской серебро. Из Ирана с ассанинской серебро, из Египта бусы попадаются, китайские вещи есть. Тут все есть. Ну, то есть купцы диковины везли, да? Сейчас ведь, чтобы купить какой-нибудь товар из Японии, не обязательно ехать в Японию или Китай. В эти Арабские Эмираты. Там все можно купить. Так смело не стал бы интерпретировать, потому что торговые обмены, именно торговля, опять-таки, у меня просыпается преподаватель, это уже достаточно сложные отношения экономические, прежде всего, и вряд ли они существовали в эпоху каменного века и даже в эпоху бронзы. А вот обмен, причем такой многоступенчатый обмен, это не торговля, он возможен. Ну, торговля, она прежде всего направлена на получение прибыли какой-то, ну, денежных компенсаций и прочее. Ну, и найти такой вот... И она связана со специализацией. А тут вот обмен, причем предметы роскоши, явно предметы какие-то такие, ух. Предметы роскоши уже возникли в тот период, когда явно была уже специализация. Ну, да. Но Древний Рим, это уже торговые караваны из Китая приходили. А тот же каменный век мы берем, к примеру, вот как вещь, почему она так мигрирует? Мигрирует с человеком, который вот здесь посидел, у него стоянка была здесь, потом переместился в течение жизни там на тысячу километров куда-нибудь, на сто километров, на пятьсот, не знаю. Потому что вот у нас просто есть вещи одного происхождения, одной культуры, находящиеся в разных местах. Понятно, что если там целый памятник, содержащий те же самые технологии, тот же примерно набор вещей, то можно говорить о перемещении людей. А если чаще всего бывает там единичная вещь какая-нибудь, которая похожа на комплекс, где-то встречаемая. То ли человек переместился, то ли группа людей переместилась, то ли действительно обменами какими-то занимались. Тут однозначно очень трудно что-то решить. Ну вот я с удивлением узнал от вас, что оказывается костей практически человеческие археологи почти не находят. По-разному. Это зависит от опять-таки природно-климатических условий. У нас на Урале здесь две ситуации такие классические. Первая ситуация это песок, который надуло сюда после ледника. И в песке все, что попало в песок, оно растворяется. Как в кислоте, я не знаю. Но там органика все это уничтожает. Уничтожается, да. А вот в глину попало, там консервируется, потому что доступа воздуха нет, изолированная среда, и там 18-й век череп достаешься, и там мозговая жидкость. Такое тоже бывает. А если в таком же песке 200 лет от человека одни зубы оставить? Ну, все по-разному. И поэтому говорить о том, что костных останков... Ну, вот палеолит мы не нашли в костных останках человека. Поэтому, когда находится стоянка, которая там 100 тысяч лет от наших дней, вот кто ее оставил? Кто оставил? Ну, неандертальцы, наверное, потому что неандертальцы вроде как господствовали в это время. А может быть, денисовцы. Может быть, еще какой-нибудь вид человека, которого мы просто не знаем. А вот эта фраза вроде как господствовали на чем основана? Ну, на традиции научной. На научной традиции. Вот эти вот схемки неправильные изначально. Начинают ранее гоминить, заканчивая хомо сапиенс сапиенсом. Предшествующим является неандерталец. Но он, на самом деле, у нас двоюродный брат такой. У нас общий предок просто есть. Он не предшественник. Опять-таки, это к антропологам Гадрабашевскому и прочим товарищам, которые этим классно занимаются, очень интересно рассказывать. Но вот так как в Европе в основном хостные иностранки, которые находились неандертальские, той эпохи, традиционно перенесли это все на... Их находили в пещерах причем. Ну, не только в пещерах. Но сохранились они в пещерах. Да, Европа там всякие. И в Африке в пещерах находят, кстати говоря. Вот остатки деревни. Пещера, пещера это круто, потому что там вот как раз замкнутый такой... Да, возможностей для сохранения казалось больше. У нас на Урале классная пещера есть палеолитическая живота. Там есть кости? Нет, костей там не было, насколько я понимаю. И сегодняшний день найдено. Палеолитическая живопись там живопись? О, там круто. Там мамонты нарисованы. Людей там нет еще. Людей, по-моему, нет. Это меня в музее Дарвинском объясняли про эту живопись, что сначала они писали только, рисовали только животных. В чем очень здорово рисовали, подробно там. Можно позавидовать. Какие там они детали вымерших уже теперь мамонтов приварили, которых мы, говорит, не знали. Но самое интересное, что в какой-то момент случилось некое перебражение. И они вместо того, чтобы рисовать окружающую природу, стали рисовать людей. Что-то у них там случилось. Что-то у них вовсе случилось. Они начали обращать внимание друг на друга. Вот эта традиционная схема о том, что рисуешь то, что важно. На начальников стали обращать внимание. Начальник сказал, нарисуй, как мы охотились. Начальника надо рядом с мамонтовым нарисовать. Да, и тут, значит, кто-то с копьем, наверное, это начальник на самом деле. Ну, или шамантом какой-нибудь, тоже начальник. Тоже начальник, тоже авторитетный член общества. Так, так вот, я все-таки к чему клонил, попытался такую вам мысль подкинуть, подкидывает тут нам идейку. А такую идейку, что, вот смотрите, в силу того, что насколько я вот читал все эти книжки, в основном британскими учеными написаны, что всех этих господ неандертальцев в кости находились на пещерах. Так или иначе, это говорит о том, что они-то были пещерные жители. Ну, это было такое, да. Вот, здесь у вас есть пещеры, но большая часть ваших раскопок – это не раскопы пещер, а, значит, где-то вдоль рек. Это такая классика, да, обитание. Можно прятаться в пещере от кого-то, можно жить на реке, потому что река дает воду, река дает рыбу. На реке птицы селятся, можно на птицу охотиться, можно в гнезда яйца их ходить воровать. И плюс к этому по реке еще можно плавать, путешествовать, перемещаться хорошо, это вам не пешком ходить. Безусловно. Научился на чем-нибудь плавать, и все, и ты король. Ты уже там покрываешь сотни километров, в принципе говоря. Вот это вот ошибка выжившего классическая, то, что вы рассказали. Почему пещеры? Потому что там проще искать. Это не потому, что там селились часто, там обычно вообще не селились в пещерах. Вот то, что первобытный человек там жил в пещере. Попробуй, протопи огромную пещеру, у которой круглый год там плюс 3 градуса внутри. Это нереально. Поэтому в лучшем случае это где-нибудь пригротовая часть, вот это вот при входе, где само по себе тепло, или можно там немножко все это дело отопить. И у нас копают, безусловно, там Бадр раскапывал грот, то есть Усеве, например. И все такое прочее. Селились-то не в пещерах, и поэтому искать надо, не в пещерах. Это первое. Второе. В пещерах проще найти, потому что они фактически на поверхности как лежали, так и лежат. А геологические подвижки снаружи, там все эти перемещения грунта, которые произошли в течение тысячелетий. Вот у нас... Гидравлика еще. Да, все что угодно. У нас иногда до 40 метров балластных на пластовании, пока ты дойдешь до сантиметрового слоя палеолитического, надо снять. И вообще как это найти? Вообще палеолит это не мое, если честно. Потому что мы сейчас рассуждаем, но это так на общие темы, потому что я этой... С огромным уважением белая кость у нас в археологии, это палеолитчики, потому что они занимаются зубодробительными, на мой взгляд, не очень веселыми вещами, там скучно, сплошная такая математика и все. Они... Ну, в смысле, я не хотел обидеть математику, но мне нравится, когда за вещью человека я вижу, а за палеолитические вещи очень трудно разглядеть. Надо хорошее воображение иметь, как по математике. Поэтому это скорее такой кивок позитивный. Так, сбился с мысли. Так вот, огромное количество проблем. Большая глубина, это значит, можно найти только случайно. Не знаем мы технологий, которые позволят разглядеть каменные орудия на 40 метрах глубины, находящиеся от современной поверхности. Вот чисто математически, опять-таки, период палеолита, ну, условно говоря, даже брать, если там население при камне, 300 тысяч лет, ну, 100 возьмем, чтобы уж совсем не уходить в фантазии, 100 тысяч лет назад здесь люди жили. Вот даже если бы их было мало, этих неандертальцев, или денисовцев, или кто-то здесь обитал, даже если их было мало, но из-за того, что они здесь жили долго, тысячелетиями, количество памятников археологических должно быть большим. А их мы знаем, ну, по пальцам руки пересчитать. Почему? Потому что все они найдены случайно, потому что вот как раз объективное условие, то, что вот в огромных, под огромными пластами более поздних земленно-пластований все это дело находится. Только вот так вот по обрыве вдоль реки идешь, вот размывается берег. Река поменяла русло и разрушила. Разрушила. То есть это все случайно в достаточной степени. Я прошу прощения, у меня тут кто-то пытается побеспокоить. Смотрите, у нас стиль, у меня такой новой искренности, когда прерываешься на все эти дела. Да, это, судя по номеру жулики, у нас тут обычно жулик-то звонит. Жулик-то звонит обычно. Так что я уже с ними не разговариваю. Сейчас телефон обычно предупреждает, что, возможно, это, говорит, спам. Ну вот, у меня примерно такой же выдает сейчас, о том, что это, скорее всего, рекламный звонок. Ну, пусть будет рекламный звонок. Понятно. Ясно. Так вот я к чему? Вот настойчивые, настойчивые товарищи. Ну, может, зачет человеку ждать надо? Нет. Они тогда пишут. У нас же студенты теперь редко звонят. Они боятся разговоров. Да, очень много пишут зато. Вот я, кстати, не понимаю, почему они боятся разговоров? Потому что, нет, не боятся разговоров. Потому что люди боятся жуликов. Вот мне только за последний месяц, наверное, раз в 20 позвонили, вот все эти товарищи тратят свое время. Но они ведь могут позвонить, поговорить между собой. Они с телефона знают. Но, тем не менее, они предпочитают писать. В ваших мессенджерах. Они боятся разговора такого устного. Почему-то для них, так сказать, сидеть в коконе каком-то. Письменная речь, она более коммуникационно насыщена, наверное. Нет, информация там более сконцентрирована. Вот я, по крайней мере, вот сужу об одном разговоре, один товарищ жаловался другому товарищу на меня. Что я ему позвонил, значит, обратился к ним по телефону. Вот он звонит мне, повершенно звонит мне по телефону, а я как раз был в голову. Значит, как он позвонил, что по телефону? Можно я перевешиваю немножко? Потому что мне кажется, что микрофончик в другую сторону направлен. И он говорит, по телефону, это было потрясающе для него, что по телефону я к кому-то обращаюсь. А я, в общем, как-то, писать-то как-то не очень считаю нужным. Ну, меняется. Нет, ну, есть письма, это понятное дело, на ваше исходящее сообщаем, что мы его не получили. А потом, традиция 19 века, как поговорил, нам было написать длинное письмо, милостивый государь, и все такое прочее. Потом пришли вот эти, которые писать не умеют, и начали говорить. А теперь новая итерация. Придумали телефон, да, и начали писать. Да, но все-таки вернемся к археологии. Вот есть такое понятие поселения, это понятно, вот город, А есть понятие стоянка. Деревня, поселение, а есть стоянка. Стоянка туристов. Пришли туристы, посажали костер, от них, естественно, остались следы, консервные банки, они где-то закопали аккуратно. Вот. Проблема, я не знаю, как в других науках, в археологии такая, вот приходят, так сказать, люди, пионеры, в область знаний, и что-то называют, исходя из своих представлений. Потом представления меняются, а термин-то он уже осел в литературе, и продолжает существовать. Стоянка, это значит, люди постоянно перемещаются, значит, у них нет длинных поселений. Отсюда стоянка, пришли, остановились, а там начинаешь анализировать эту стоянку, и понятно, что здесь люди жили, иногда даже не одно тысячелетие на этом месте. И стоянка, или можно это назвать? Правильно, наверное, поселение назвать. Нет, место хорошее, хорошо остановиться. Ну, конечно, там они... Возвышенное место сухое. У нас тоже тут загаженные паранки есть, где все время останавливаются туристы. хорошее место, холм. Вода разлилась, вот, пошли, постояли на холме, пока вода не спадет. Ну, я все-таки надеюсь, что археология, она становится, по крайней мере, наукой, и тут есть всякие обязательные для науки атрибуты, то есть проверяемость и все такое прочее. То есть, если эта стоянка была постоянным поселением, то вокруг огромный отвал и мусор был. Ну, в любом случае, там огромный отвал и мусор, а огромный там... Если просто пробыли там неделю, то... то там можно два фрагмента керамики найти, и все. Ну, более поздние эпохи. Разбили, и все. И можно и вообще случайно где-нибудь какой-нибудь... Ну, кости там объедки. Но кости у вас не сохраняются. Нет, по-разному, по-разному. Иногда сохраняются. Я говорю, если глина, так оно вот лежит там, даже в полярите зайчиков косточки находили. Вот, зайчиков находили, людей не находили, потому что, где они их хоронили, этих людей? Тут понятно, что на стоянке этого зайчика съели, к примеру. А вот, где чайчик лежит, который... Где-то лежат, вот будем надеяться, что когда-нибудь мы их найдем. А так как тогда еще песочка здесь было мало, то шансы, что это сохранилось достаточно высоко, высоки. где, как... Кстати, у вас есть самая грандиозная полиолитическая стоянка, самая грандиозная в Европе. Мезолитическая, мезолитическая. Это средний каменный век уже, да, это рядом с Березняками есть такой замечательный Бор-Гургинский, рекреационная зона города Березняков, там песочек золотой, сосны, небо, и река течет. И вот там настолько хорошо, что не только современные Березняковцы жарят шашлыки, но и начиная с древности, там, в эпоху мезолита, люди сидели и добывали, что-то там делали. Мезолитические поселения, они очень маленькие, это уже люди современного типа, ну, то есть, если палеолит, это в основном, конечно, вот это наши предшественники и родственники, то мезолит, это уже и климат такой же, как у нас, плюс-минус, и люди такие же, как мы, тоже плюс-минус, потому что все эти расы образования, конечно, еще не завершилось, только начинаются, но это отдельно, опять-таки, не моя тема. И вот в это время резко, ну, вот эти поселения мезолитические, они маленькие очень, ну, скорее всего, действительно перемещались люди вслед за дичью, мамонтов не стало, приходилось там мигрировать вместе с мигрирующей дичью, еще что-нибудь, и поселения маленькие. А в районе Березняков, там 2 километра протяженность только изученной части и более того, раскопки были, ну, как бы в соседних местах, там буквально примыкающих к этой стоянке, и там тоже мезолитические слои шли, и тоже шли мезолитические вещи, то есть в реальности она может быть еще больше, эта стоянка. И таких вот стоянок в Европе нет. Ну, это такая... Кроме нашей Пермской, вот и городинской. Такого населения, видимо, там не было, чтобы вся стоянка была. Да нет, конечно. Это просто места, где производство работало. Это вот наши туристы любят рассказывать о том, что, о, смотрите, мегаполис прошлого в каменном веке, здесь, о, такой город, как Пермь современная. Не, это, во-первых, мы точно ведь не можем сказать, сколько она существовала. У нас радиоуглерод, ну, там, там нечего отправлять на радиоуглерод не определишь, а по орудиям труда, ну, да, вот, мезолитическая, камская культура. Но, сколько она там, тысячу лет существовала? Когда мы говорим о палеолите, мы говорим о тысячелетиях обычно, а иногда даже о десятках тысяч лет. Когда мы говорим о более поздних эпохах, мы иногда скатываемся до столетий, потом до годов, иногда до часов, иногда изучаешь памятники, там, более поздние, даже не обязательно, там, нового времени, иногда даже средневековье, можешь четко определить с точностью до часа иногда то, что произошло вот здесь, то, что фиксируется в роскопе. Ну, это отдельная, конечно, удача, когда это там перекликается с письменными источниками, там, слой пожара городского, например, в 1842 году Пермь сгорела, вот, копаешь в Перми, в центре, в историческом, и у нас прослойки эти, угли, от сгоревшей Перми, Пермь полностью выгорела, вот, она датирующая, мы точно знаем, когда это произошло. В наших местах тоже есть слой угольков, эти, когда пришли славяне, они сожгли губовые леса. Ну, да, подсечено от него земледелие, так называемое. Да, вот, ну, все-таки, давайте чуть дальше шагнем, вот, когда появилась, ну, все-таки, металл, мне кажется, торговая, да, ну, давайте сначала металл. Медь, это ведь сначала была самородная медь, а в ваших местах еще, добывать медь можно? Ну, с медью, если говорить об энеолите, это тоже каменный век, на самом деле, но в этот период, энеолит? это финал каменного века, когда появляются первые металлические изделия, ну, ранний металл, называют, по-разному, значит, терминологию. Это медь и метеоритное железо? Ну, ну, как правило, медь, медные какие-то вещи, они, во-первых, здесь, опять-таки, если говорить о Урале, потому что, во-первых, немая, опять-таки, эпоха, вдруг чужие материалы, я помню только, когда сдавал археологию в свое время, поэтому, поэтому говорил о своем, о том, что были знакомы. Здесь, вот этот период, ну, тут, буквально, этих вещей, которые медные, можно, были встречены, раскопаны, в памятниках этой поры, можно перечитать по пальцам. То есть, а, кстати, еще одна штука прикольная, раньше металла появляется керамик, она появляется в неолите, поздний каменный век, новый каменный век, нео, новый, это, 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 тоже прикольная штука, самая распространенная, самая информативная находка для археологов, об этом никто не знает, археологам очень скучно работать с керамикой, тоже, большинство тоже проблемы, но это отдельная история. Вот, и, не помню, она очень информативная, но работать с ней скучно, интересная книжка, но читать ее скучно. Да, это, это вот проблема, кто бы, чисто технически надо сесть, заставить себя обработать массив керамических фрагментов, которых там 100 тысяч, они одинаковые, они практически, там надо померить, посмотреть толщину, состав теста, значит, узоры, которые там есть, и составить таблицы, а потом проанализировать, там, коэффициенты схожести, и все такое прочее, получить, и получить, значит, корреляцию по соседям, по эпохам, очень информативно, там, вот, чисто, опять-таки, математические методы, применяются для того, чтобы все эти вещи определить, и в том числе, по родству, культур, там, по взаимодействию с соседями, все это классно, но, вот, надо усидчивую девочку, которую посадить надо, и она, чтобы считала, и все это дело, а мы же людям, любим побрякушки, побрякушки, пока не забыл, ведь, в принципе говоря, благодаря песку, у вас есть, ну, надежда, определять возраст, ваших, этих вот, артефактов, по слою, который песок, занесено, что значит, берете, нижние песчинки, этого слоя, они явно уже, света не видели, очень долго, они долго не видели света, они, значит, состоят, ну, и СО2, и плюс, всякие другие, включения, и они под действием радиации, естественно, к ней всегда, или из космоса прилетает, из земли прилетает, вот, они накапливают некую, запасают некую, светосумму, сказать, ну, некую энергию, да, и потом, поставив их в нагреватель, или иным способом, спровоцировав выделение, можно наблюдать термолюминесценцию, и по интенсивности определить возраст, да, по светосумме, который будет, а разлет, какой получается по хронологии? Трудно сказать, какой вот разлет, потому что все зависит от оценки, интенсивности облучения, ну, точность хорошая, я думаю, что сто лет, это легко вы получите. это классно, я думаю, что в этом направлении, что-то, что-то делается. Нет, это известный способ, кстати говоря, я удивился, что вы не знаете, то же самое относится их к керамике, вот там, посложнее, там, наверное, не светосумма, там что-нибудь в ВПР-спектрах меняется, в спектрах электронов, промагнитную резонанс, то же самое. Ну, я вот этой эпохой не занимаюсь, поэтому лично передо мной, я сейчас начинаю вспоминать, что, наверное, по главе учебника по археологии, которая посвящена, естественно, научным методам исследования, я это читал, но так как это вот не находится в работе постоянно. Все вспоминают радиоуглеродный анализ, но он, на мой вкус, он гораздо более зависит от условий захоронения, потому что просто обогащается молодым углеродом все это дело, да, вот, было что-нибудь, какой-нибудь предмет, а народ этот предмет использовал, сидя около огня, ели, значит, они там мясо, значит, на пирах, и этот царь сидел вот в этом, вот в чем-то таком, да, и там прокоптилось просто-напросто, плюс к этому пожары бывали. Ну, это классно, на самом деле. То есть, это на самом деле в два раза там может измениться. Надо поспрашивать наших палеолитчиков и психоконечников, что они по этому поводу думают. А все эти способы, как бы сказать-то, отменить вот этот радиоуглерод, добавленный, молодой углерод, ну, вообще это сложно. Ну, насколько только это, как вы эти атомы будете отличать? Это вот не наш углерод, это как вы его отдельно? Ну, там же не указывается дата, там рисуется вот этот гауссиан. Ну, она может просто сдвинута быть в два раза. Дело не в том, что у вас есть там, есть, кроме, такой случайной ошибки, есть систематическая. Вот гауссиан, это когда у вас погрешность. А когда это у вас сдвинуто, ну, может быть. Но мы же, нет, ну пробу делаем. У вас весь гаусс съехал. Там же берется 20 проб из разных частей памятника и смотрится их соотношение. Памятник явно существует. Мы можем определить, что существовал он, ну, если более поздних веках идти, где уже культурные свои четко фиксируются, можем сказать, он существовал там три дня или несколько десятилетий. И, соответственно, ну, редко бывает, когда речь идет о столетиях в таком случае. Ну, тоже бывает. И потом, взяв пробы органические с разных частей этого памятника, их сравнить друг с другом. Обычно ведь никто не ограничивается одной пробой. Одна проба, это когда у тебя просто нет материала, органики, и вот ты пытаешься вытянуть из того, что есть. Но чем, надо же перекрестным методом, надо же проверять информацию. И там уже смотрится как она. Мне еще не нравится радиоуглеродный метод, потому что синтез радиоуглерода, он меняется год от года постоянно. Ну, поэтому калибровка идет ведь. И калибровка надо не просто вести, а надо знать, сколько в тот год, какая интенсивность Солнца была. Это еще одна наука, которая по дендер-хронологии пытается изучить. На нее те же самые погрешности накладываются. Безусловно. То есть, поэтому вот эти лаборатории, которые серьезно занимаются именно ориентированно на археологические вопросы, но с одной стороны, они пользуются данными и смежных исследований для того, чтобы скорректировать свои даты, безусловно. И это очень сложно. И у нас в мире несколько лабораторий всего лишь есть. И самая большая проблема, опять-таки, чем больше проб делать, тем более качественный получается результат. А если ты только в начале пути, и если у тебя наработок мало, и если уже есть авторитетные центры, к которым обращаются, то наработка твоей информации, она резко задерживается. Поэтому, допустим, ну, там понятно, что в Германии есть классная лаборатория, в Штатах есть классная лаборатория. И мы туда свои образцы посылали, когда была такая возможность. Потому что они уже накопили, причем по всему шарику, что называется, информацию, и они дают, ну, видимо, более достоверные данные. А вот наши лаборатории, туда тоже мы отправляем. Ну, сейчас только со своими, конечно, работаем. Но это вот, опять-таки, это надо накопить какой-то объем данных, для того, чтобы уже... Ну, давайте с огнем вперед по времени, когда такие вещи, значимые в культурном отношении появились. Да, стоп! Я удивился, с удивлением я узнал, может быть, я неправильно узнал, что вы, несмотря на то, что вы очень к северу находитесь от Москвы, вот, у вас ледника не было. Ну, немножко севернее был. Ну, там, опять-таки, вопрос не ко мне, потому что, вот вы меня пытаетесь... Нет, нет, ну, следы, следы... Значит, ну, это перенадутые пески, которые здесь раньше считали, что ледник доходил, ну, примерно, до Соликамска, но это где-то километров 200 от Перми, севернее, даже меньше. Но вот сейчас говорят, что нет, это вот просто перенадул сюда пески, а он еще севернее находился несколько. Ну, это вот... У нас там камушки притащил, вот, в новых районах Москвы, там эти камни просто, ну, куда их? Вот, да истечко жило их, сгребали в кучу. Где какой-нибудь сквер, в центре сквера вот эти камни, чтобы притащил. Ну, в любом случае, тут было, полярит-то неуютно. Неуютно, я не хотел бы здесь жить. Тут было где-то минус 60 зимой, ну, говорят, опять-таки, наши климатологи, им опять приходится доверять, потому что реки промерзали до дна. Вот, реки промерзали до дна. Ну, и если много-то этих рек было. Зато большая фауна ходила, всякие трагонтериевые слоны. У нас классного слона трагонтериевого раскопали вот недавно. Большие работы были в течение нескольких лет. Ну, это не археологическая тема, это палеонтологическая, это предок мамонта. Ну, и мамонта. Сегодня сходим посмотрим нашего мамонта, и динозавров наших тоже посмотрим. То есть, не динозавров. То есть, предков динозавров. Даже не предков динозавров, предков нас. Предшественников. Предшественников млекопитающих, скорее. Там приходил к нам палеонтолог, на передачу я передачу и рассказывал, что надо вот как-то вот так вот на череп ручки положить, и если у тебя сомкнуться там в особую, значит, это наш предок. Что у них череп как-то по-другому устроен, то есть, у динозавров, они к птицам, да, больше. А эти, я вам расскажу. У нас насчет, куда руки накладывать на себя, я не знаю. Я знаю, что мы, так называемые, синапсиды. У нас вот есть по одной дырке с каждой стороны в черепе. Вот через нее в процесс, ну, внутриутробном еще формировании, через него из-под зародыша черепа были выпущены зародыши мышц. Они покрыли все тело. И это у нас, ну, должна быть дырка в черепе. Иначе две дырки симметричные. Иначе ничего не получится просто. Ну, плохо получится, как у черепах получится. У них этого нет, ну, и вот проворный череп. Проворность в черепах всем известна. Вот. Так вот, значит, все это здорово, но череп очень примитивный. У него только одна подвижная часть челюсти, и все. Антропологи бы, наверное, не согласились. Ой, не согласились. Есть целое направление в антропологии, которое занимается корнеологией. Ну, она одна подвижная часть у нас. У синапсид одна подвижная часть. Это может быть и здорово, как потом оказалось. Если здесь сделать костяное небо, то выше неба можно любого объема присобачить капсулу с мозгом. Но тогда этот вопрос не стоял. В ту пору мозг вроде как никому особо не нужен был. Да и сейчас тоже не каждый пользуется. А голова это была входной, так сказать, канал пищеварительного тракта. И тут самое главное, как грызть, кусать. И вот появились более сложные черепа, более развитые диапсиды. Это вот как раз те самые птицы, динозавры и крокодилы. Вот. Они победили. Вот. Ну, может быть. Не буду спорить. Вот как-то так было. Вот мы вот такие вот. А те, да, диапсиды, их перебили всех. Осталось очень мало в мелкоразмерном ряду. И они как-то быстро появились. В том числе, они уже теплокровные были. По всей видимости, это были млекопитающие. И они так вот несколько десятков миллионов лет ждали своего часа, когда возникнет возможность украсть все яйца динозавров. И как вот мы жили, жили при советской власти. Начались 90-е годы, где-то даже 80-й куй железа, пока Горбачев. И мы все разворовали. И так и мы млекопитающие тогда разворовали все яйца динозавров. И динозавров не осталось. Воровать больше ничего. Пришлось слезать с дерева, открывать университеты. И что-то тут такое вот, вправлять мозги друг к другу. Может быть, не подумали, если бы раньше что-нибудь по-другому, сейчас бы сидели под пальмой, ели бы нам. Ели бы динозавров. Ели бы динозавров. Но они динозавры могли нас съесть. Там не очень здорово. На самом деле. Зато жизнь насыщена. Да, зато жизнь, приключения, да. Можно кино снимать. Только негде. Нечем. Нечем. Ладно, это мы, значит, помянули не злым тихим словом все эти ледниковые периоды. Все-таки металл у вас... Давайте... А, так мы к металлу. Да. Ну, металл появляется первой случайной. Вообще, металл, он неприятный для человека материал изначально, потому что что с ним делать, не ясно, технологий ведь нет. Ну, представим себе, что мы где-то в каменном веке, и у нас уже совершеннейшие технологии каменного века. Они отточены, эти технологии. То есть, это уникает... Тысячелетиями, значит, оттачивалась техника производства каменных орудий, и эти орудия совершенно. Можно там тончайшие разрезы делать, можно, наоборот, рубить деревья. Что хочешь, специализация уже появилась. Есть целый спектр методов обработки металл. Вот можно бить его, а можно нагреть, он сам треснет. Не металл, а камня. Камня. И вот можно нагреть, попробовать эту железяку или медяшку. Ну, случайно. И побить по ней. А побили по ней, и открылась новая. Она же плющится, она меняет форму. И что с этим делать? Ковать. Зачем? Ну, форму новую сделать, мало ли чего. Может, острую будет. Может быть, прикольную. Да вообще, металлическими ножами я режу, вот каменными ни разу не пробовал. Надо попробовать. Металлический хлеб могу разобрать, и даже колбасу. Там каменным не хуже получится. Я вас уверяю. Ну, я понимаю, я просто не пробовал. Есть у нас там сувениры, продают всякие разные, сделанные по каменному веку. Не у нас в Перми, но я видел. Эти сувенирчики. И очень такие. И более того, даже охотничьи ножи, сделанные из камня, я тоже видел где-то в интернетах. Можно с таким кинжальчиком ходить на кого-нибудь. Кого-нибудь там разделывать. И очень острое. То есть, там же скол получается, кремневый, он на острие стали. Да, да. Но я к тому, что технологии были развиты, и тут вдруг внезапно появляется металл. О чем появляется, непонятно. Вернее, понятно, что-то заставило им пользоваться. Не пользовались, не пользовались. Он всегда в этом месте лежал. А человек знает огонь давным-давно. И почему вдруг, вот только на определенном моменте у нас заинтересовались они этой самородной меди, к примеру. Ну, что-то такое произошло. Есть там огромный спектр гипотез. Например, первый кризис. Как раз высокие технологии у нас, которые требуют высокого качества материала. И этот высокого качества камешек не особенно найдешь. из которых можно макролитическую или, наоборот, микролитическую вещь сделать. А вот что-то новое попалось, которое, в принципе, можно приспособить для тех же нужд. И этих орудий мало изначально. Они как бы опробовались. С ними заморачиваются методом ховки сперва. Медь, она плоха, ведь она всем плоха. Из нее качественного ножа не сделаешь. Она окисляется сразу. В общем, какая-то шняга получилась. Мы, когда работаем с металлами, мы, в основном, имеем дело со сплавами. Конечно. И вот до сплава надо было еще... А вот когда придумали бронзу, выяснилось, ну, во-первых, сперва уже не только ковка была, уже и медь-то плавить тоже пытались, а потом бронза, которая плавится при меньшей температуре, которая более стойка к коррозии, которая, ну, более устойчивая форма какие-то можно... Ну, это вообще химический процесс получения из руды. Но это уже сложно. Берешься вообще какая-то вот порода непонятная, а из нее, причем химической обработки, получаешь металл. В общем, внятные вещи, да? Может, хоть кого-то как-то и ненужные, но понятные. Ну, кстати говоря, наверное, при первых же опытах получения металла из руды, в ней наверняка были примеси, которые, де-факто, делали этого металл бронзой. Ну, может быть. А, первых, примеси снижают температуру плавления. Ну, безусловно, да. Как мы, по металловедению, каждый инженер о чем я и говорю, в том, что время проходил, да. Вот. Ну, безусловно, там наверняка нечистая медь стопроцентная какие-то сплавы, но тем не менее, вот эти вот вещи берешь, а более поздние, даже эпоху средневеков, если берешь, опять, похоже, жулики звонят. Да, даже не стали долго звонить, сами сбросились. Вот, самосброс у них, самоликвидация, самоликвидировались они. Так, сосались. А, да. Были, демоны были, но они самоликвидировались. Да, да, да. До пожара, до эпизода пожаротушения, о чем мы говорили, сбили меня, зараза. Мы говорили про сплава металлов, которые не могли, чистую медь, скорее всего, не получали, а получали ее с примеси. Но все равно, это сложный технологический процесс. Да, но он очень сложный. И более того, у нас ведь сохраняются все технологии предыдущие. Мы говорим, бронзовый век, но это не значит, что исчезли каменные орудия. Они благополучно в ассортименте, что называется, находятся. То есть, это все потихоньку так вот сосуществует, но потихоньку уже технологии эволюционируют. Понятно, что бронза, это круто по отношению к меди. Но по отношению к камню, наверное, тоже на каком-то этапе, именно в эпоху бронза, наверное, все прелести поняли, осознали о том, что можно выливать форму, там можно какие-то сложные совершенно формы получать, которые раньше были совершенно невозможны. Можно украшения делать из этого металла, можно еще что-нибудь такое прикольное придумать. Вот. А потом железо, если следующий уже мостик перебрасывать, там тоже железные вещи, без слез не взглянешь, она по сравнению с бронзовой. И причем там технология принципиально сложнее, чем бронзов. То есть, попробуй достичь температуру. То есть, бронза получает жидкую. Да. А металл железо жидким, наверное, до конца 19-го века не было. Это вот, так сказать, так называемое, как это называемое, кричное железо, да, такая трубка, из которой надо еще нагревать много раз и выколачивать молотом. И механическим способом выколачивать все лишнее. Да, безусловно. И более того, найди эту болотную руду, обогати ее, сделай в эти печи, выжди уголь предварительно. То есть, это, я за 15 минут делаю каменный нож классный, а мне нам потребуются... Многоциклы, причем процесс. для того, чтобы это железо сделать. Но оно, видимо, вот на каких-то этапах, опять-таки, технологический рывок, вот там сталь, всякое и прочее появляется. Уже круто, уже не железячки, которые быстро тупятся и быстро ржавеют. Уже что-то новое. И так вот, видимо, от кризиса кризису. Они практически чистого железа не получали. Так или иначе, при этом происходило насыщение углеродом. Ну, конечно. получалась сталь. Конечно. Долго-долго чугун не получался. Только когда они хорошее дутье придумали, когда они там, по-моему, стали уже каменно-угольный кокс использовать. Но это уже типа хитроумные англичане уже. Ну, да. Вот. Но все равно это долго и трудно по сравнению с каменными орудиями. Но что-то заставляет по сравнению с бронзой. Почему не бронзой? Почему железо приходится? Скорее всего, потому что улова нет. Медь-то, она везде валяется. А с уловом проблема. Основной компонент для бронзы. Вот, приходится выкручиваться. А железо, оно самое распространенное после кальция, у нас? На планете. Да. И, пожалуйста, под каждым кустом нарыл и вперед. И вперед. Ну, калий тоже распространен, но едва ли он конструкционно, как конструкционно какими-то обладает. И потом восстановить его, получить очень тяжело. Это уже достижение там, я не знаю, позднего, позднего нового времени. Вот. так все-таки, вот, цивилизация жива, и к вам принесли, к нам сюда, в Пермь, к вам в Пермь, стали приносить на обмен, видимо, все-таки, реально интересный товар, да, из Персии, сасанитской серебро. Ну, это все мы пролетели кучу эпох, где было тоже все интересно. Ну, я имею в виду та же эпоха бронзы, там, что здесь, турбинсы проходили мимо. Что за турбинсы? А, никто толком не знает, где-то в Алтае существовали какие-то таинственные племена, которые в середине второго тысячелетия до нашей эры вдруг поднялись и побежали. Ну, и добежали до Балтики. И, пока они бежали, оставили после себя могильники. Вот, в Перме есть замечательный турбинский могильник, один из классических этой турбинско-сейменской общности, культурной, ее называют, где представлены, вот, в ассортименте что называется и оружие, и всякие прикольные украшения, в том числе, каменные. Ну, таких технологий еще, в общем-то, в округе не знали. И, загадка была изначально, когда эти могильники обнаружили, ну, вот, если есть могильник, значит, где-то поселение должно быть с такой же культурой. И начали искать, там, при камне, там, даже пытались турбинскую культуру выделить, там, еще что-то в этом роде. А потом, ну, получается, что не получается, что они, ну, может быть, какие-то вещи попадаются, но, явно, это разлет по спектру вещей, там, по разным характеристикам, где-то не тут они жили. И, получается, загадка, могильники есть, ну, судя по всему, могильники воинов, потому что там боинское снаряжение, в основном, все эти кельты, боевые топоры, в общем, наконечники с копий, а где женщины, где дети, и вообще, где костики, которых там тоже нет. Вот. То есть, они рассосались все, нигде, ни в глину, не попали? Ну, насколько я знаю, нет. Там, очень так аморфные, еще и могилы определялись, определялись могилы, насколько я помню, во время раскопок, по расположению вещей в могиле, ну, то есть там очертания не очень хорошо ловятся. Такое тоже бывает. У нас проблема, еще надо правильно все зафиксировать. Вот на песочке копаешь, тот же могильник, средневековый, а у тебя вот песочек, он даже не намекает о том, что иногда, что там что-то когда-то лежало. Обычно, стратеграфический метод один из важнейших в археологии, безусловно, и более того, мы все эти очертания ловим, фиксируем, рисуем, фотографируем, и по ним потом делаются все реконструкции, иногда бывает так, что их не видно. По определению не видно, потому что песочек съел всю органику, и оно ровненько, как было за тысячу лет, но вот как будто этот песочек лежал, а иногда наоборот какие-то процессы идут, прикольные, непонятно. Значит, копали ту же гурдинскую стоянку, и, ну, несовершенные же технологии были позиционирования, говоря современным языком, 50-е, 60-е годы, 20-го века. Роскопы нарисованы, они привязаны к абрису берега, абрис берега изменился за это время, и попробуй поймать. Ну, в общем-то, ошибочка классическая, привязываешься вроде бы к старому роскопу, который там 30 лет назад существовал, и промахиваешься. Хорошо, когда попадаешь в него, в старый роскоп, это классно на самом деле, потому что ты сможешь привязать тогда к современной, по основе, все, что там было раньше. Вот, и такая же ситуация, но иногда понять трудно, что ты в старом роскопе, потому что там копаешь, вот у тебя дерн, под дерном идет, вроде как этот самый, ну, в общем, слой, который идет под дерном, такой серый, серый суписи, вот он тоже идет, потом у тебя подзол, да, ну, я не хотел морочить голову, ну, подзол, пусть будет, подзольный слой, потом идут находки, потому что копали, по-разному, студенты копали, что-то пропускали, еще что-то, эти находки фиксируешь, а потом идут колышки, атероскопы 50-х годов, вот, то есть, он здесь стоял уже, и думаешь, о, елки-палки, ты копаешь то, что было всего лишь несколько десятилетий назад, так-то, по большому счету, а если мы говорим о памятниках, которым там, тысячелетия, они вот в таких условиях песка, очень трудно что-то бывает поймать, вот поэтому надо копать поздно, чем позже, тем лучше, когда, лучше не копать, когда вот технологии позволят нам все это дело, не раскапывая, прослеживать, да, если бы Америку подождали открывать до 21-го века, куча проблем была бы решена, правда? Да, не было бы, нет, не было бы там проблем, скажем, с заражением населения европейскими болезнями, им приехали, прививочку сначала сделали бы, что-то у меня по краю сознания пробежало воспоминание о книжке какой-то, которая повествовала о том, что, значит, Америку не открыли, но они там развили, развили свою цивилизацию и приехали к нам завоевывать в качестве колонизатора, тоже такое возможно. Ну, наоборот просто отразили, да? Да. Ну, им не повезло, вот по какой-то причине там не придумали колесо. Таинственным образом, да, не придумали. В чем самое тайное, что в детских игрушках до Колумбовых у них было колесо. Было, было. А для дела они его не придумали. Почему так? Может быть, благодаря жукам-скоробеям, скоробея-то он катает, а единственный, по-моему, организм, который я знаю, который использует вот такую круглую форму для перемещения. Нет, там что-то еще такое простейшее было. Потом эти, как их... Коловратки, вы имеете в виду? Да, которые вращением передвигаются. Сначала надо микроскоп, сначала купить. Ну, это да, это проблема. Сначала купить микроскоп, потом изобретать колесо. Но это не получается. В самом микроскопе же есть колесики, которые регулируют настройку на резкость. Вот это проблема. Может, там всех убивали, кто колесо придумал. Специально, чтобы колеса не было. Может быть, считали его. Вот, это я тоже... Об одной из проблем, на самом деле, археология, когда мы начинаем интерпретировать то, что было в прошлом. Что же прикольно? Как интерпретировать? Путем переноса того, что мы знаем, на прошлое. Пристегивание, примеривание чужой одежды. Вот мы знаем, что у современных индейцев так, наверное, у этих было так же. Куда же. Ну, а там вспоминаем всякие архетипы и прочие вещи, которые якобы нас загоняют в стереотипы всякие представленческие. Вот. Ну, а насколько это действительно соответствует действительно, в реальности? вопрос. И поэтому, вот что там происходило? Почему колеса не было? Черт его знает. Все, что угодно могло бы быть. Все, что хочешь. Ну, так и так, не менее, мы уже в историческую эпоху въезжаем. У нас уже появлялись какие-то геммы римских религионеров. Ну, это вот как раз эпоха великого переселения народов. У нас коридор же здесь тут самый ленивый, только ленивый не прошел по нашим местам. У вас есть невысокие перевалы. И часовая главная есть, которая переваливает через хребет Уральских гор. Речка единственная, которая с востока на запад идет, и подальше она впадает в Каму, Каму впадает в Волгу, и вот транспортный путь, который соединяет Азию с Европой. То есть, она из-за гор течет? Конечно. Она вот из... Пробитых. Как-то, как-то, исхитрилась. Выкрутилась как-то. Тут же горы все-таки вверх. Вот. Вот. Глаза, помню, объяснял, что не может вода из Ярославля попасть в Астрахань. Потому что, вот посмотрите, ей же придется подниматься. Ну, это же противоестественное. Вот выкрутилась наша часовая. Вот поднялась часовая, через гору переехала. Здорово. Здорово. Ну, то есть, вот тут вот очередной транспортный коридор. Да, конечно. Поэтому у нас тут людно всегда было. На самом деле, вы говорили о том, что здесь без людей. Нет, у нас всегда кто-нибудь здесь живет. То есть, оттуда можно было товар даже отправлять в Азию и в Китай. Да, безусловно. Поэтому у нас и китайские монеты идут, и египетские бусы, и все что угодно можно встретить в наших местах. То есть, египетские бусы, это как все-таки они попадали? Ну, тоже путем обмена можно предложить. Торгового. Ну, торгового. То есть, это как господа купцы, которые, ну, может быть, они не в сам Египет везли вашу пушнину. Наверное, в Египте пушнина не очень была популярна. Наверное. А кто его знает? Они же в халатах ходят. Термоизоляция. Тогда ходили не в халатах они, они тогда... Ну, да. Попроще у них все это было дело. Халата более позднее изобретение, она, кажется, от солнца защищает. Ну, конечно, там терморегуляция. Вот до этого не было. До этого не было. Сассанинское серебро, это из Ирана и понятная дорога, Волга, Кама. Да. Чусовая, пожалуйста, вот в Западной Сибири, да? Нет, ну, здесь у нас две вещи классные. Пушнина и соль. Да, важная соль. Конечно, но самое главное, пушнина, да ладно. Важный технологический товар, да? У нас белочки где-то бегают где-то в Центральной России, а вот соль, она, пермянка знаменитая, всю Россию кормила. Всю Россию. И, соответственно, наверное, Иран возил к себе. Ну, трудно сказать, что там было в эпоху Средневековья, потому что, ну, есть у нас исследователи, которые заявляли о том, что еще и мезолить у нас эти соляные источники использовались, судя по всему. Но на поверхность выходит соль, чтобы ее не выпарить каким-нибудь способом и не использовать. Но в реальности вот эта вот вся история документировать, если мы говорим именно о документации явления, то это, ну, это уже финал Средневековья, начало нового времени и русская колонизация. Это когда пошли первые сюда поселенцы русские, там, в район Целикамское начали добывать соль, сверлить эти, отверстия длинные-длинные, глубокие-глубокие ставить туда рассол, ну, бурить, вычерпывать и ставить туда осадные трубы, добывать рассол, из рассол выпаривать из него соль, соль классная у нас, чистенькая такая. В этом, и главное, не глубоко. В историческом музее, там даже есть в Москве вот эта Соликамская ваша садиварня. Это единственный консервант доступничего человечества. Да, да, востребованность огромная. Вся эта Солонина, она же не от гастрономических пристрастий, а от необходимости. Да, да, это замечательная вещь. Ну, вот, и Солонина, и рыба, вот эта самая, соленая, таранка. Да, под пиво. Тем не менее, это хорошая вещь-то. Засолить-то можно. Так она пропадет, а так будет пролежить сколько-то. До зимы долежит. Даже не один год иногда пролежит. И будет как новое. Вы знаете, вот говорят, кто про шток, а в шилу про баню. И у меня вот тоже всегда все разговоры я перевожу на одну всегда проблему. Ну, на одну из грани проблемы. Вот есть такое замечательное место. Город Рязань. Не город Рязань, а городище старое Рязань. Это место, где когда-то был город, который, ну, в течение одного дня погиб. Вот. Это было в 1237 году. С тех пор там, значит, ну, сколько-то процентов 10 может территория раскопана. Ну, он так вот оконтурен. Там где-то есть выборочно раскопали захоронение. Там тоже очень здорово повезло, что город-то был уничтожен монголами. Это называется закрытый комплекс в археологии, когда мы точно знаем, когда прекратилось существование поселения. У нас есть границы хронологические. Это классно. И вот туда на это пепелище вернулись пограничники, скажем так, рязанские, которые были на реке Воронеж. Они проспали вот эту самую армию Батыя. И они вернулись и всех покойников похоронили. Это еще есть массовые погребения. Там, насколько я понимаю, костные остатки сохраняются. Наверное, Высокая, берег, естественно, город на берегу стоял. И вот это вот в нашей истории, в той, как бы, официальной истории, она как-то старается часто игнорировать просто Рязани напрочь. Вот раскопали какие-то проценты от общей площади. Эти не игнорирования называются. Это просто памятников много, до всего руки не доходят. А археологов, я думаю, примерно столько же, сколько физиков-ядерщиков на стране, может даже меньше. место тоже больно аппетитное. так у нас много чего есть. И там и клады есть. Чем открывается, например, оружейная палата? Ну, по крайней мере, когда я там был, она открывается рязанским кладом. Вот его там нашли случайно. А ведь сколько там еще таких кладов лежит? Ой, помпеи и геркулану перестали раскапывать, потому что технологии новые появятся. Вот сейчас там уже что-то новое раскопали. Там нашли какой-то зал там, пиршественные с фресками про Троянскую войну. Ну, у нас ведь важно не только получить источник, важно еще его и ввести в научный оборот и обработать, грубо говоря. То есть, вот есть некая информация, ее надо переварить историческое. Поэтому надо еще соотносить желание посмотреть, что там под землей с возможностями это правильно проинтерпретировать. Ну, у нас, знаете, правильно интерпретировать историю еще нужно. Понимаете, уже сколько столетия интерпретируется историей следующим образом. Был замечательный московский князь, который отказался от ярлыка на княжение, которое он получал в Золотой Орде, и вот этот кончил с Татаром Англодской Иго. Есть совершенно простой логический вопрос, который может задать любой школьник. Но почему-то он не задает его. А что это вот кончилось с Иго вообще для всей Руси после того, как маленький региональный князь отказался от ярлыка? Это он был последний вассал, на самом деле. Все остальные уже отказались. Не-не-не, это тоже у вас ошибка выжившего, потому что вы пытаетесь реперировать то, тем, что видите вокруг себя. Огромное количество литературы по этому поводу есть. Огромное количество интерпретаций этих событий. Понятно, что Золотая Орда входит в состояние раздробленности политической, что у них там внутренние проблемы выше крыши и так далее. И это никогда не рассматривается просто. Главный подход в истории в принципе это системный подход. Если ты рассматриваешь только одну плоскость, ты врешь в любом случае. И поэтому у нас там куча всяких заморочек есть в истории. Это и принцип научного плюрализма, когда ты понимаешь, что существует огромное количество гипотез, и они могут противоречить твоей гипотезе, и они должны сочетаться в твоей голове как реальности. То есть есть шанс, что противная гипотеза, она тоже соответствует действительности, и ты ее должен учитывать при этом, создавая собственную гипотезу, которая противоречит той гипотезе, которая существует. Но там в общем у нас много чего есть замороченного. Я к тому, что проблема любого знания есть узкоспециализированное не узкоспециализированное, скажем так, узконаучное знание. Есть огромное количество публикаций, которые просто никто не читает, потому что они написаны сухим научным языком для коллег. Ты берешь и понимаешь, что классно, круто написал. А кто-нибудь другой возьмет доску чище, вообще ничего непонятно, что он тут пишет, о чем мы разговор делали. Ну да, надо быть просто в теме. В теме нужно быть. И вот чем я в последнее время пытаюсь заниматься популяризацией, потому что попробуй, а для кого мы работаем для себя, вот историки, который поймет, что ты написал. Или ты все-таки должен рассказать это все? Не, ну науку двигают эти 20 человек. Да, безусловно. Они даже на таком вот уровне вообще. Если он напишет популярную книгу, то он дальше в предисловие не пойдет. Ну конечно, он приставит и скажет, ага, не, он другое скажет. Чего-то время потратил, вот вместо того, чтобы эту фигню писать, то все оба статью нормально написали, науку бы двигали. Вот это он скажет, и кто у нас науку идет, вернее, популяризация? Ну те, кто в науке не удался. Это у меня один знакомый, доктор наук, так говорил о том, с боли в голосе, автор огромных, огромного количества публикаций разных самых, и научно-популярных, в том числе, я по его книжкам рос. В детстве я его книжки читал, захлеб просто, там охотники на мамотов, охотники за головами, вообще классно. Вот он говорит, а что у меня коллеги? Ну вот ерундой занимаешься, вот пишешь, какие-то книжки для детишек, вместо того, чтобы взял и там опубликовал очередной комплекс вещей. Вот такое тоже есть. Но опять-таки, превращаться в сноба, ну да, двигаешь науку, работаешь на собственный интерес, за государственный кошт, ты удовлетворяешь собственный интерес, да, это классно, конечно. Не могу не обратить внимания еще на один парадокс, всем известный, кстати говоря, все его игнорируют. Вот считают, что 1380 год, битва на Куликовом поле показала, что можно победить ордынцев. Вот, я не понял, чего это она показала, потому что через два года после этого ордынцы сожгли Москву от Менской завета, все поставили всех на место. А за несколько лет до этого рязанцы безнаказанно на реке Вожа разбили вот этих самых ордынцев, и те прижали хвост, потому что были неправы, потому что Рязань была в авторитете, а Москва была, вот она ярлык получала, это их были вассалы. Проблема трансляции научного знания. Понять значит упростить, упростить значит исказить. Ты делаешь максимально простую схему для того, чтобы тебя понял. Фольшивую схему, не большую. Фольшивая. Потому что из этой схемы выбросили всю прочую Россию, которая не была зависима от орды. Безусловно. Просто потом Москва под этим флагом собиралась, и потом в конце концов... Борис Сергеевич, мне нравится, что это вот чувство ваше... Рязанский национализм. Нет, это не рязанский национализм, это вот это вот понимание негодности таких упрощений. Они действительно искажают ситуацию. И нас, профессиональных историков, это точно так же, скажем так, расстраивает, как и всех остальных, потому что в реальности все гораздо сложнее. И более того, более того, все это дело, мы же работаем именно для того, чтобы картинка не была плоской, для того, чтобы все эти связи выловить, для того, чтобы огромное количество монографий по татаро-монгольскому иву, сам термин татаро-монгольского иву некорректен, сейчас его фактически в научной литературе не используют. Но все гораздо сложнее было, все эти связи, экономика, политика и прочее, прочее, вот буквально по атому расписывается, а в результате открываешь учебник, и там вот про 1380-й год и про битву знаменитую, Куликовскую. Куликовскую. Вот. У меня студент... Куликовская вообще поле. Ну, как с детства привык, так называю. Куликовое поле. Вот. У меня кто-то из студентов, помнится, рассказывал про Курскую битву в 1380-м году. Курскую. Ну, ошибся. Да, я говорю, Куликова победили, он говорит, Псов-рыцарей. Классно. Ну, у меня была студентка, студентка рассказывала, как Наполеон, командуя русскими, победил монголов. Наш, Наполеон, все-таки великий человек. Легко. Такие вещи легко. Но, опять-таки, мне как гуманитарию кажется, что, конечно, любой образованный человек это история и литература. А все остальное, ну, тоже важно, безусловно, но это база, на которой ты должен жить. Ну, вообще, на самом деле, да, литературное образование очень важное. И туда, ну, уходим, конечно, в совершенно другую историю. Ну, вот, курс, читаю, кроме всего прочего, «История России» на МИШФАКе, то есть на других факультетах, не исторических. И вот, в семинар, недавно, буквально, несколько недель назад, по культуре 20-го века, ну, 60-е годы. Ну, когда они читают Википедию с телефончика, это еще, ну, это трудно пережить, я понимаю, это вообще, ну, хоть что-то, а когда они интерпретируют школьные полученные знания, это иногда бывает очень страшно. Я говорю, а честно, вот из тех этих авторов, которые вы перечислили, отправили в 60-е годы, там Мандельштам был, еще кто-то был, вы хоть кого-то читали, в 60-е отправили, а не Мандельштам. Классно. Вот. И что-то там еще такое же было, я сейчас и не вспомню. И это, это не гуманитарный факультет, там все понятно, ну, елки-палки. Ну, почитаю. Ну, мастера Маргариты читали? Да, читали. Ну, хорошо. Мне вот трудно в 60-е годы отправить кого-нибудь, кроме Константина Симонова, его живые и мертвые, солдатами, которые рождаются в последнее лето. Вот кого еще такого, значимого туда отправить? Ну, можно из поэтов Евтушенко отправить, там, вот это, троица Евтушенко, Патознесенский, Вознесенский, Рождественский, Рождественский, два папа, и Гангнус его фамилия настоящая. Да, два папа и Гангнус. и что? Ну, Возьмникова не помню, а был Ахмадуллина, если припоминать, то вспомню. Да не, на самом деле, там много чего можно, да, наверное, много там чего было, но вот такого, что вот так вот врезалось в память, то, что вот, как бы сказать, почти что наверняка читали все. Возрождается Бродский, он зарождается, Высоцкий поет. Высоцкий, да, поет, он допелся тогда до 80-го года. Он в 60-е годы только начинает, распевки там пошли. В 69-м его, конечно, уже знали, его стихи уже читали, но так вот как-то... Ну, читали, наверное, вряд ли, а слушали, наверное. Ну, самые передовые тут. Не, ну... Ну, распечатка ходили. Не, на трюки. Да? Я помню. Да, я школьникам тогда был, видел их. Ну, это только первые-первые раски, до этого мы его не слышали. А мы в тетрадках тоже переписывали, я помню, там в школе. Да, да, да. Потом в 70-м году он уже, уже его, так сказать, в 72-м уже пели. Уже все-все-все, его слушали, записи. Потом даже пластинки при жизни уже, по-моему, появились. миньон вот этот знаменитый. вдох глубокий, руки шире, не спешить, три-четыре. Воздушь друг, двух эгородцей, пластика. Когда мне надо было рано вставать, я бы, я включал пластинку, а потом следующая, там была песня «В холода», «В холода». Миньончик с другой стороны было, я помню. «От насиженных мест нас чужие зовут города». Там еще на этой же пластинке должно было быть про уголь. Да, есть там уголь. Черное надежное золото. Черное надежное золото. Вот, это было все. Потом писатели, там же целую обои, шестидесятники. И лейтенантская проза, и все эти вещи. Но это все-таки в пятидесятых нам пришло. Ну да. Ну, я имею в виду, что все равно у каждого явления есть свое начало. А у начала есть и свое начало. Володин такой драматург был. Пять вечеров. Володин, по-моему, да? Пять вечеров. Ну, а что было хорошего тогда? Стругацкий, мои любимые. Да, Стругацкий, Стругацкий. Да. Ну да, в шестидесятые годы они развернулись. Забыли мы их. Ну, как-то фантасты всегда как-то вот, ну, вроде как, мы их читаем, но это не литература. Ну, Стругацкий выпадает из этого осадка. У меня отец был очень такой суровый товарищ по отношению к литературе. То есть, вот есть книги, которые надо читать. А всякие, есть книги всякая ерунда. Там фантастика, что ты там читаешь? Ерунда. Какой там Казанцев, там Емцов, там еще что-то. Это вообще мусор, вообще не читай. А кто еще Емцов? Емцов. Это фантастика ближнего прицела такая была. Ну, это там всякие генераторы чудес, по-моему, прочие были. Осколок солнца. Непров. Ну, да. То есть, там их было много. А потом пришли Стругацкие и все сломали. Ну, был еще Иван Антонович Ефрем, который Антипыч, на самом деле. Да. С ним связана ведь отдельная пермская история. В его честь назван целый вид этих самых ящеров пермских. Да. Ну, что он... Потом, как стали разбираться, показали кучу фотографий черепов. Оказывается, просто это один из экземпляров уже известного. О, это... Нет, там еще круче. Ну, это так спорят. Там другая история немножко. Значит, там было найдено несколько ящеров разных видов. А потом выяснилось, что это один вид, только он вот так вот... То ли разнополый вот так вот выглядит. То ли разного возраста. Или разного возраста. Я уже на детали не помню. Но это один и тот же ящер. Иван Антозавр. Иван Антозавр. Ант. Кстати говоря, аккуратно. Помню, на самом деле, Антипчинь Антонович. Он же скрывал свое происхождение всю жизнь. Да. Вообще, легенды... Как вас жили при советской власти? Да? Вот человек вот на виду, ведь он. Да? Фантасты его все читали. Ученый получил сталинскую премию. Создал целую науку о захоронении органических остатков. Я мысль-то, кстати, не закончил про отца. Вот всякая ерунда есть. А есть Стругацкий. Вот Стругацкий можно читать. А, Стругацкий это хороший. Да. Нет, ну, у Стругацких фига в кармане постоянно была. Ну, фига в кармане она всегда есть у всех, наверное, в той же иной степени. У Казанцев не было никакой фиги. У Казанцев правило. Он в простоте своей таких фиг понапихал в карманы. Просто он сам их не понимал. Например, как это? Ну, просто вот все, что пишут, ой, ну, и Ефремов, кстати, тоже. Все, что пишут от чистого сердца и собственных представлений, оно ведь иногда так разоблачает. Берем того же Ефремова, например. Что-то мы далеко от археологи ушли. Ничего страшного. Ефремов, значит, летят коммунары, и там что-то им не нравится на чужой планете и пытаются, чуть ли не атомными бомбами собираются всех закидывать. Квасно. Такие подходы. Экспорт революции. Да. Или Богданов был такой, который написал Красную Звезду еще в 20-е годы. То есть, он в 9-м году ее написал. Это как дело на Марсе происходит. Ее до сих пор печатают, Я видел, да, перепечатку. Держал в руках еще первое издание. Нет, не первое издание. В 20-м году она переиздавалась. Я тут делал. И вот видите, он же в революции участвовал. Он же с лейным шахмат играл на острове капри. Более того, у него школа своя была молодых этих самых товарищей. На капре как раз он. Да, 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 да. Учил. Так вот, самое-то интересное, это он ведь человек был увлекающийся. Его цель была не благо этого пролетариата, хотя, но это он не против, пускай пролетариат радуется, пусть поживет. А у него и была идея реализовать свою медицинскую идею с переливанием крови. Он был в плену некой ложной концепции о том, что с кровью передается черт чего. И в конце концов, он допереливался до смерти. Он передавал себе молодые силы от юношества, а свой опыт молодежи. Молодежь оказалась крепче выжила, а он помер. Такие дела были с ним. Вообще, интересные были люди. Эпоха была интересная. Эпоха интересная. Когда про нее читаешь, вот так вот прикидываешь, жить в эпоху, как-то не особенно хочется. В этой или в том? да не знаю. На самом деле, не в этом. Как это сказали, в детстве очень хотелось в будущее куда-нибудь. Или наоборот, в прошлое. То есть вот, несовпадение, оно всегда хронологически идет. А сейчас ты вроде как, а вот в другом мире и в другую эпоху ты вообще нужен? Мы тут приспособились уже. Я уже нашел свою нишу, потихоньку сидишь в ней, вот, что-то делаешь. А куда-нибудь попадешь в свое твое будущее, посадят тебя в музей, в камеру. И показывать. Институтским профессором лучше было быть в 19 веке, возможно. Ну, безусловно. Или где-нибудь. Потому что это более уважаемое состояние. Безусловно. Но тогда их было меньше, чем сейчас. Заканчиваешь блестящий университет. И это самое личное дворянство дает. Очень хорошо. Ну, вроде как. Надо проверить. Могу соврать. Это, потому что сам не прочитал, а кто-то мне это сказал. А когда от кого-то слышишь, всегда надо перепрыгивать. А в московском университете студентам разрешалось ходить со шпагой. Ну, безусловно. Это не разрешалось. В московском университете. Ну, это в разные эпохи. И там вообще все непросто было. А вот в другим университетом только после окончания шпагу давали. Вот. Там, там... Один с самого начала со шпагой ходили. С университетами там все по-разному. Александр Первый один вариант. Александр Третий совершенно другая история. Александр Второй, Третий. Третий, да, был хмырь такой. Не повезло с ним, конечно. Жутко не повезло с этой парочкой. Машка и Сашка. Они себя забыли. Ну, что, ну... Ну, что, они все повернули все реформы-то. Контрреформу вы имеете в виду. Ну, да. Куда шел? Они просто отменили, повернули. Ну, как отменили, повернули? Просто заложено... Взяли только экономику, а все остальное попытались закрутить, как вредно. Прямо в том, что их касалось лично. Ну, понятно. Потому что один из элементов реформы был, это изменение престола наследия должен был Георгий править. И окружение вот этих реформаторов. Как он там? Мелик, не Мелик. Этот самый... Лорис Меликов. Лорис Меликов, да. Вот вместе с ним они бы правильнее и все рассказывают. Революционеры бомбы убили. Приговорили Александра Второго, да. Бомбы, революционеры. Сказки такие вот рассказывают. Брать на себя. Это как сейчас некоторые террористические... Это мы, это мы. Ах, это землетрясение. Ну да. Не повезло. Это по воле Аллаха, да. Борис Сергеевич, не впадайте в ересь конспирологии. Не надо. Все написано, и все хорошо. Хорошо. Да какая такая ересь конспирология? Простите. А это тоже попытка простого решения сложных вопросов. Да? Я к тому, что по Александру Третьему, вот та версия, которую вы пытаетесь озвучить, она тоже присутствует в научной литературе. Среди прочих других. А вы вот сейчас попытаетесь... Я просто почувствовал это напряжение. Не, ну простите, пожалуйста. Вот можно вот... Великий князь, как это, Сергей Александрович, да? Его убивает Каляев. Каляев эту бомбу дал и организовал покушение агента охранки. Простите меня, пожалуйста. Мы можем вспомнить, кто стрелял в столы пинат. Багров, агент охранки. Да. Можем вспомнить еще и товарища Азовка. Ну это... Вот он и был, Азов-то это как раз, это был организатор. Вот, я об этом и говорю. То есть мы далеко можем уйти... Нет, это все понятно. Я к тому, что... Вот охранка делала свои дела таки. Я к тому, что чувствуется негатив по отношению к историкам, которые пытаются сформировать неправильный подход. Вы думаете, эти темные операции вдруг взяли и придумали только в 20 веке? Я говорю о том, что есть наука, есть ее интерпретация и приложение науки. Мы, к сожалению, история как таковая, как научная дисциплина, она находится в очень близкой связке с всякими идеологическими шлячками. Видите, вот вы здорово сказали мне о том, что вот вы археологи, плохо разбираетесь в ядерной физике, поэтому не очень ее методы применяете. Нет, поэтому мы идем к ядерным физикам и пытаемся их попросить. И вот когда вы говорите о политике, вот такой вот конспирологической теории, вы считаете, что вы историки, это ваше дело, да? Нет. А на самом деле это еще и спецоперации, которых вы не учились. Я просто не договорил, а мы о другом. Я о другом на самом деле. Если действительно кто-то пытается разобраться, что происходило в эпохе, надо зайти не в пласт популярной литературы и научпопа, и более того, даже не научпопа, это вот как раз идеологические всякие схемы и блоки, которые государства или какие-нибудь партийные структуры насаждают. Это есть, безусловно. Мы же используем историю для того, чтобы делать современность. Это один из способов, в том числе манипуляции политических. Это да. Но если ты хочешь действительно разобраться, что там происходило, вот огромное количество монографий, огромное количество статей, сиди, читай. Там все это есть. И поэтому, когда нас обвиняют, вы историки, все скрываете. Мы не скрываем. Мы это делаем. Вы не сетей по столбовой дороге под развернутыми знаменами или как там, высоко вздымаете. А когда приходят и начинают интерпретировать, пишут учебники или еще что-нибудь в этом роде, это же не историки, как про его занимаются. Это пропагандоны, да. Это другая история. Но, в общем, сегодня на Патриарших будет интересная история. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Вот так, да? Интересная история будет на Патриарших. Смотрели, кстати, последнее? Да, с большим удовольствием. Кто больше всего понравился? Ой, кто больше всего понравился? Кто из актеров лучше всего? Больше всего понравился режиссер, потому что его видение Булгакова просто один в один совпало с моим. Я впервые увидел то, о чем думал много-много лет. Я ведь вышел из того поколения, которое с открытыми глазами и в захлёп читали Булгакова в свое время, когда это вдруг стало купить даже. А потом уже мозги-то начинают работать, и уже потом начинаешь интерпретировать то, что ты прочитал. И там ведь такая сложная штучка. Мастера Маргариты, я не сказал бы, что это... В общем, у меня к нему скорее негативное отношение. Но именно негативное, не в литературном плане. Это талантливая, гениальная вещь, потому что ты ее действительно читаешь, погружаешься в захлёп, все это дело идет. А именно идеологически содержительно. Это книга, на мой взгляд, сломленного и сдавшегося человека. Вот есть темные силы, мы с ними договоримся. Надо показать, какие мы хорошие. Тогда нам позволят подставить ножку, чтобы ее поцеловали. Все эти висельники. Ну, в общем, там все это. И вот то, что я увидел на экране, тот же Воланд. О, Воланд. Да, представитель. То есть, той силы, которая вечно хочет зла. Делает благо. Не делает благо никакая сила зла. Она всегда делает зло. Она может маскироваться под благо, но выглядит... Вернее, в реальности, это все равно будет зло. И вот этот вот, ну, там, играет кто-нибудь из предшествующих мэтров. Да, в мастере Маргарите, предыдущих, Басилашвили какой-нибудь, предыдущих. Он обаятелен. Он вот тут, он несет мощь свою. Он часть мира, потому что есть свет, есть тьма. А в последней интерпретации, да, вот это вот Ефрейдер, на самом деле. Вот он ограниченный, он плосенький, он на самом деле, вот он такой вот. Он с плохеньким немецким языком пытается произвести впечатление. Это классно. Вот это решение меня восхитило абсолютно. То есть, вот Воланда я именно таким вижу. То есть, мелкий бес. Он мелкий бес. Он не творитель судеб. Он не приехал сюда судить что-то, видеть что-то. Он такой. Его нельзя интерпретировать как... То есть, вам понравился актер, игравший Воланда? Ну, в том числе. Да там классно все сыграли, мне кажется. Ну, и меня, конечно, показалось, что там вторичность Коровьева, которая пытается Абдулова повторить, в общем-то. Но его не получается, потому что он все равно в другом образе. У Абдулова это было более гармонично предыдущие экранизации. Ну, это уже детали. В целом, картина мне была большим удовольствием. Я ее посмотрел. Я думаю, ее пересмотрю через какое-то время. Да, тут действительно самая главная интерпретация. Потому что в прежних были неплохие работы. Ну, безусловно. Но тут вот образ, например, этого самого Понтия Пилата. Так как-то мелкий, маленькая роль тут оказалась. Вот было, где его играл Кирилл Лавров. Ну, Лавров, Лавров. Там только без рук, на мой взгляд, немножко портится. Мне понравился. Он, Лавров, ему достаточно выйти и поиграть лицом. Уже чувствуешь какие-то подтексты. А у Безрукова, как что бы он не играл, он все равно играет одного и того же, мне кажется. Ну, не знаю. И Ишуа, ну да, я вот так это себе, ну, как это сказать, дежурная роль. Ничего нового я не увидел. Ну, не знаю, не знаю. Он, по-моему, какого-то играл жулика как-то в каком-то фильме. Очередная реинкарнация была «Джентльменов удачи». Ну, нет, не смотрел. Ну, не смотрел. Ну, он другой там был, да. Ну, нет, нет. Ну, интересный актер. Зачем вы его так? Хороший? Здорово. Ну, может быть, может быть. Он не всегда на своем месте. Ну, может быть. Он всегда на любую роль может сделать по-своему, правильно. У Стругацких есть классный такой персонаж в сказке о тройке, пришелец Константин. Он занимается, он специалист по имфибрахии. Не помните эту вещь у Стругацких? Классно. Я помню эту вещь, но я не помню. Вот он, пришелец Константин, который профессионально читает чужие стихи. В будущем там все писатели, поэты у них. Самая проблема большая, это найти своего читателя. Вот это вот, у него профессия читатель. И у него задача не просто прочитать чьи-то стихи, но найти в них что-то хорошее. Вот он читает любые стихи, ищет там хорошее. Вот. Пришелец Константин. Пришелец Константин. Наша задача тоже смотреть, слушать, искать хорошее. Ну, да. И на самом деле-то я тоже предпочитаю негативных оценок не давать, чтобы прочитал что-то. Ну, не мое это. Бывает, да. Вот есть у нас замечательный пермский писатель Иванов, который там сердце Пармы, вообще огромное количество интереснейших, наверное, талантливейших книг написал. Я большую часть их прочитал. Ну, потому что жить в Перми, не прочитать Иванова, это нонсенс. Не бывает такое. Я когда диссертацию защищал, у меня тоже вопросы даже по Иванову шли, потому что тематика-то наша. Ну, ладно, это отдельная история. Так вот, ну, читаю я его с трудом. Ну, тут ритмика не та. Текст тяжелый, мне кажется. Но это ведь мои проблемы. Просто у меня вот мозги так устроены, я вижу, если его читают там тысячи и расторгаются, наверное, в его книгах что-то есть. Но не мое. Наверное, на сюжетной линии. Он ведь, я так понимаю, некий фантазийный пересказ истории вовлечения Перми в общероссийский оборот. О, события 1472 года, это отдельная история. А что же за события такие были? О, ну, это на самом деле не только события, это то, что Иванова описано. Как раз в «Сердце парнем». Ключевой эпизод, точнее, это когда приходит Федор Пестрый, князь. И своего, да Гаврилом Нелидовым, и, значит, князя Михаила отправляют в Москву к Ивана Третьему. После того, как разорил несколько пермских городков. По истории русской колонизации Прикамья, если все собрать источники, у нас будет детская тетрадка крупным почерком записанная. Ну, нет у нас широких источниковых базы. И поэтому есть возможность широкой интерпретации. И даже в научной литературе у нас большие проблемы как раз по этому периоду. Я им занимаюсь так очень аккуратненько, и я боюсь что-то по этому поводу писать, потому что, когда нет источников, гипотез будет огромное количество. Они будут логически непротиворечивы. Проблема ведь, вот как с Перевалом Дятлова. Если была бы одна палатка разрезанная, да все можно было бы объяснить. А если там события, которые друг с другом не связываются, выстрои непротиворечивую картину, чтобы все это дело увязать. Вот в истории примерно такая же ситуация. Чем меньше источников, тем проще интерпретировать эти источники. И поэтому логично и непротиворечиво. Когда ты логикой пытаешься выстроить историю, это к литераторам. Они так видят, им так можно. Иванову можно. Он может совместить разные несовместимые хронологические события. Он может потерять героя, потому что это второстепенный герой. Ну вот, там был князь Ермова, и у него было два сына. Одного просто потеряли, а другой, которого на самом деле на чердень Михаила отправляют в 1451 году, Иванов делает маленьким мальчиком. А он князь, он там княжит в это время уже. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они вполне позволительные. История, какая история? История вхождения в состав московского государства. У нас сперва тут шарахались новгородцы в наших местах. Вотчины новгородские официально эти земли. Но они, именно что называется, шарахались, приплывали у школьники, меняли у местных там на бусики шкурки, и уплывали с этой пушниной, с зеркамским серебром, обратно к себе торговать через Ганзейский союз с Европой. А никаких инфраструктурных связей не устраивали. Термин вотчина новгородская, это для того, чтобы для других русских князей сказать, ребята наши, крову, мы ее доим. Ну, это как охотничьи угодья. Да, охотничьи угодья. Вот. Это, кстати говоря, так маленькая ремарка, это как было вот Манжурия и советская, Дальний Восток, это были охотничьи угодья, угодьями, кого императора там, Манжурской династии, по-моему. Они там не жили. Вот наши, говорит, мы там будем охотить. Ну, и приходили они сюда раз в пятилетку. То есть, тоже, причем раз в пятилетку, это я немножко даже приукрасиваю ситуацию, нечасто бывали. Вообще, это территории, которые в большей степени находились в ведении Волжской Булгарии. Так-то, и Волжская Булгария сюда особенно никого не собиралась, наверное, пускать. Ну, это отдельная история до монгольского нашествия. Волжской Булгарии ближе, да? Да, безусловно, Татарстан, рядом все. Да, вот она, поднялся, велика хорошая, приплывает Оргург. И у нас тут были городища, на которых встречаются булгарские вещи в это время. И более того, некоторые городища, местные историки, археологи интерпретируют как города булгарские. Там у нас есть рождественское городище, которое интерпретирует наши коллеги из педуниверситета как город Авкула, который существует, ну, булгарский, который по письменным источникам прослеживается. Но это отдельная история, тоже мы далеко уйдем. Вот. Новгородцы ходили-ходили, но москвичи начали продвигаться. Но у москвичей совершенно другая тактика. Они поглощают земли, которые ходят. И вот они расширяются, расширяются, расширяются. И к 15 веку, ну, фактически, вот встает очень серьезный вопрос о уральских территориях. У нас появляется первый городок начала 15 века, Анфалов городок. Московский, да. Ну, там тоже история непонятная. Вот опять-таки интерпретация. Значит, я расскажу, как... Выгодит, что Москва выбирает в территорию, но как ее вберешь, если не просто объявишь своего отчина, а что-то как-то контролирует. Это еще Новгородский, но при этом это отчины новгородские. Москвичи уже здесь время от времени сюда появляются, но при этом специально это отчины новгородские. Значит, у нас во время событий 1472 года упоминается один раз некий городок Анфалов, рядом с которым дружина Федора Пестрова выстроилась. Вот оцените сейчас крутизну, значит, исторических исследований. Вот, все. Больше Анфалов городок ни в одном источнике не используется. В учебниках и монографиях по поводу Анфалового городка написано и в энциклопедии следующий Анфалов городок, который образовался где-то, ну, грубо говоря, между 1400 и 1409 годом. Откуда все? Анфалов городок. Ну, откуда происходит название Анфал? Анфал имя, новгородское причем. Ну, давайте поищем, был ли у нас какой-нибудь Анфал? О, в источниках, где Анфал Никитин есть, который, ну, там, Двинской воевода, который, значит, с новгородцами расплевался, ушел на службу, на свече. И он еще шарахался где-то здесь на Урале, и, скорее всего, наверное, то он основал город. Когда он здесь был, ну, вот, не позднее 1409 года. Поэтому Анфалов городок возник вот в такой-то период. Может быть, это другой Анфал? Да? Может, это вообще не Анфал? Может быть, это вообще искаженная какая-нибудь местная, там, пермятские... Такое часто бывает. Вот, допустим, у нас ящерка, коми-ящерка, там, огромное такое название. Откуда ящеры здесь или там пещерка, или еще что-нибудь. Ящерки и пещерки, они вообще, на самом деле, никакого отношения не имеют. Это искаженная шор, шер, ручей. И, ну, просто адаптировали к привычному звучанию русских уже пришедших. Вот тоже такая же история может быть, к примеру, с этим же Анфаловым городком. Но, с заниманием гербовой пишем на простой, и вот, опять-таки, включаем фантазию, какую-то там реконструкцию делаем. В научном сообществе прекрасно понимают, что это реконструкция, ну, словно, грубо говоря, но потом она вот уходит в массу уже практически как некая данность. А данность-то она такая, ее надо понимать, что... А, с кем же Пестров и Волта? А, так мы остановились. Значит, Ермол... Еще в 1451 году Василий II отправляет на Пермь в Ичигодскую земли, которые, ну, были подконтрольны в Москве некого князя Ермолая с сыновьями Михаилом Василием, Ермолая княжики отправляет в Пермь Вычигодскую, а сына его, Михаила, отпускает в Черданю, это 1451 год. И, соответственно, опять-таки, официально, это все еще очень новгородские. официально в историографии появляется мысль, ну, значит, что у нас получается? А, в Ичигодской летпись еще написано, что это князья Верейские, ну, Верейский дом, соответственно, там младший дом московский, ну, и так далее. Кто эту Верею сейчас знает? Значит, если это московские князья, значит, получается, Василий II, ну, в смысле, подконтрольные князья, скажем так, опять-таки, начинаю прощать, прошу прощения, потому что и, естественно, искажать, вульгаризировать несколько, ну, там, коллеги затопчут, ну, ладно, бог с ними. Значит, князь, если Верейского дома отправляется в Чердень в 1451 году в качестве князя, значит, можно считать, что Чердень входит в состав московского государства, то есть не только Пермь старая, но и Пермь великая. Ну, вот эти территории называются Пермь великой. И вот первое опорное пункт, значит, у нас назначение князя сюда. А дальше крещение 1462 год, Пермяков здесь, а дальше события 1472 года. Федор Пестрый внезапно, без объявления военной, что называется, отправляется воевать Михаила сюда. Приходит с дружиной, ну, там, высаживается, как раз возле московского государства. А Михаил чей же? Вот, верейский, то есть он сын как раз Ермолая. Сын его, Михаила, отправляет. То есть это внутри московская разборка, по сути дела, на далеких землях. Значит, тут есть куча вариантов. В летописи написано, ну, тоже надо как-то объяснить, что вдруг за место пошел. И там пишут, потому что там пермики за казанским гостям почте оказывали, за казанию стояли, ну, еще что-то. И появляются версии, ну, наверное, московский князь собирался идти против Казани в поход, а пермики не отказались участвовать, поэтому их надо наказать. И вот в 1472 году поход Федора Пестрова для того, чтобы объяснить Михаилу, что он слишком нагло себя ведет и надо подчиняться старшим. Поэтому Михаила после небольших и некровопролитных операций отправляют в Москву, там объясняют, что почем, и возвращают обратно. Он дальше продолжает вправить, пока Асыка его не убивает. Все-таки, в отличие от Иванова, где они там задружились в конце. А Асыка, это... В общем, сибирцы, которые совершали, приходили в набеги на нашей территории с той стороны Уральских гор. Если по-простому. Это те, которые... Как это называется-то? То ханство, которое потом уничтожил Ермак Тимофеевич. Ну, можно условно сказать так, хотя там тоже немножко все сложнее. Но это, скажем так, осколки, осколы... Государственных образований, которые там были после Золотой Орды. Они просто тоже на месте не стояли, у них там тоже разборки внутренние шли. Ну, да, да, да. Это осколки Золотой Орды, вот там как раз... Причем, очень хитрые осколки, то есть там... Сейчас уйдем тоже в другую тему, потому что там политогенез, там очень сложная структура, есть местное население автохтонное, которое, в общем-то, не особенно... Оно в основном только налоги платит и больше никак не общается. И все, да, на этом заканчивается. Вот, ну, значит, вот события 1472 года. И получается, что раз навели порядок и обратно отправили Михаила, то они 1451-1472 на сегодняшний день считаются официальной датой вхождения в состав Московского государства. А тут появляются еще историки, говорят, да нифига, ну, мало ли, какой князь здесь сидит. А где интеграция? Экономическая, политическая, социальная? А вот... Надо ждать пока дороже. Вот, а тут в 1505 году появляется вдруг следующего князя из рода вот этих князей, сына Михаила Матвея, снимают занимаемые должности и вместо него приезжает князь, вооруженный уставной грамотой. А уставная грамота на основе судебника Ивана Третьего. И вот это уже документ, по которому здесь порядки начинают наладиться и тогда мы в 16 век улетаем, самое начало, тогда можно считать вот именно вошла в состав Московского государства. Так что можно три даты брать. от 1451, 1472 и пятый год. 1505. Да. И тоже там, ну, интереснейшая история об этом я с удовольствием был, немного поговорил. Но чувствую, злоупотребляем? да нет, ну что, не хотят, пусть не смотрят, они же не обязаны. Это, когда вот подневольный студент пришел, хочешь не хочешь, сиди полтора часа, куда-то денешься. Вот, придется сидеть. мигом одно движение пальцы по клавиатуре, и все, и нас нет. Привет тем, кто еще смотрит. Да, такие дела. Понятно, довели перед до того места, где она уже стала. А почему, да, моя точка зрения на происходящее событие, которое, мне кажется, более простое, объяснять, это событие 1471 года, Шелонь, когда Москва наваляла Новгороду, и, соответственно, Водчины, Новгородские отходят к Москве. Поэтому поход 1472 года, непонятный поход, чего вдруг началось, это поход, наверное, даже не только, ну, понятно, там фигурируют еще местные сотники, с которыми действительно разбирались войска, Федора Пестрова, и вот эта история с быстрым возвращением князю Михаила. То есть, это наведение порядка, может быть, это борьба с местными сепаратистами, которые не хотели под Москву уйти, может быть, это помощь князю Михаилу, на самом деле. То есть, тут огромное количество для интерпретаций, но в любом случае, мне кажется, связка 1471 и 1472, она очевидна. То есть, Москва показывает, что она не просто формальна, она реально начинает этими территориями, управлять. Не Новгород там какой-нибудь, а мы. Крепостного права тут нету? Ну, как было. Более того, у нас это очень хитрое было крепостное право. Значит, это уже 18 век, это заводы. И Петр Первый, это тоже прикольная история, ему же очень быстро надо было победить в Северной войне, а для этого нужны были пушки и вообще перевооружение армии и флота, а для этого надо было поставить заводы. И он быстро решал, он кризис-менеджер, он быстро решает эту проблему. Ему нужны заводы, вот завтра пусть будут. Где будут заводы? На Урале, потому что здесь лес, потому что здесь вода, потому что тут сельское хозяйство неплохо развито, оно может обеспечить тех людей, которые оторваны будут от сельского хозяйства, ну и все такое прочее. Строим заводы, начинают строиться заводы, вопрос следующий, а кто будет на заводах работать? Если Европа, то там уже рынок свободной рабочей силы сформирован, пожалуйста, найми тех людей, которые там, значит, в процессе огораживания, которых выгнали, и они будут у тебя на заводе за денежку работать. А здесь не получается, нет таких людей свободных много, ну давай прикрепим, крепостное право установим на заводы. И вообще, окончательное ведь оформление крепостничества, по большому счету, это не времена Ивана Грозного, это вот Петр Первый. Он закрепил всех, он там заставил дворян служить, заставил городское сословие там быть прикреплены к поселению. Нет, они могли и не служить, а вот теперь он обязательно несет службу, да, у нас ведь дворянство, ну дворянство, оно тоже долго формируется. И оно разное было. И оно разное, да. Бояре, типа вот, бушкиных, вот бояре, да, вот у него собственная очина, да иди ты, я не хочу тебе служить. А те, которые без очины, да, и они должны как бы отработать эту очину. А при Петре Первом, четко в любом службе, да, поместье договорился, при Петре Первом четко, ты шпагу носишь, иди служи. По гражданской линии или по военной линии. Но поместье им доставалось на всю жизнь. Вот. И наследникам. А до этого не было этого. И получили мы в результате заводы, на которых работают крепостные, прикрепленные, причем там еще процесс идет, там появляется категория вечно отданных, когда тех работников, которые были лично свободны, государство как бы закрепляет за заводами, а потом еще передает третьим лицам в аренду. Ну, там посессионное право и прочее, и прочее. И в результате мы получаем экономику страны, которая полностью построена на крепостничестве. Там какая-нибудь Екатерина Вторая с ужасом смотрит на русское рабство, а что она сделает с ним? Выдерни это русское рабство. Ну, во-первых, придут товарищи из гвардии, которые тут же тебе... А во-вторых, даже... Может, за это отвинтили. Да, если даже дернешься и как-нибудь выкрутишься с ними, а факт, что выживет государство, тоже небольшое. Ты разрушишь экономику, которая целиком, полностью... И сельское хозяйство, и промышленность, построенная на крепостном праве. И поэтому ломали голову, Александр приходит, ну, да, давайте что-нибудь сделаем. Закон о вольных хлебопашцах. Ну, вот, между прочим, Александр Второй решил эту проблему. О, прикольно решил. Прикольно решил, и причем очень сразу. Ведь крестьяне от этого не разорились. Но они оставили свою, значит, общину и пошли в город работать. Очень многие. Это было классное решение на бумаге, которое, к сожалению, не очень хорошо работало. Да еще с учетом всех событий после 81-го года, когда приходит Александр Третий, у нас крепостное право локально сохраняется до реформы Столыпина местами. То есть, я имею в виду по России, Россия большая и разная. У нас, когда не заключены выкупные эти самые грамоты, когда они реально находятся в положении крепостных, и все такое прочее. Когда крепостничество формально отменяется, а в реальности оно сохраняется. Только как бы оформлено юридически немножко по-другому. Когда приходят крепостные, говорят, слушай, барин, у тебя тут дорога, ну, в смысле, не крепостные, они уже свободные, у тебя тут дорога мешает, проходила по твоим землям, которые у тебя остались, или там к водопои выходит, или еще что-нибудь. Можно мы будем пользоваться? Да пользуйся. Сколько мы тебе должны? Да ничего не должны, обработайте мне землю, пожалуйста. И все возвращается на круги свои. Такое тоже было. Решение гениальное. Вот когда говорят о ограниченности реформы Александра Второго, о том, что вот она, у нас любят рубить срубленное дерево, и они, конечно, лучше сделали, безусловно, но вот мне в голову не приходит никаких более толковых схем, нежели бы вот та схема, которая была при этом Александре реализована. Причем там с учетом всех, пожалуйста, дворяне, значит, ты теряешь источник дохода, то есть, какую бы деньги тебе не дали, то они все равно будут меньше, чем ты потенциально получаешь со своих крестьян и своей земли. Это значит, что? Это значит, приходят дворяне и тебя убивают, шарфик табакерка, потому что ты лишил их источника дохода. Вопрос, не компенсировать деньги какие-то, а компенсировать, найти другой источник дохода. Вот, пожалуйста, мы берем выкупные платежи, кладем в банк под 6% годовых и живем на эти деньги уже как рантье и получаем источник доходов. Пожалуйста, ты раньше мог своих крестьян пропить, ты и сейчас можешь деньги достать из банка и пропить их. Пожалуйста, тоже никто не... И получается, что головной боли с крестьянами нет у помещиков, а проблема решена. Дальше крестьяне. Почему вот это 49 с половиной лет? Это тоже не с потолка взято, выкуп идет. Потому что надо сделать так, чтобы выплаты были не больше, чем раньше крестьянин платил до реформы. Чтобы понятно, что он должен компенсировать эти деньги. Мы же устраиваем капиталистические отношения. Но денег у него нет. И вот ипотека длинная. Длинная ипотека такая льготная, когда платежи невелики, но зато они растянуты на два поколения. Вот там третья проблема была, которая на все... Такое, так как надо же деньги вернуть государству. А как обеспечить возвращение денег? Как? Ну вот человек смертен внезапно, взял и умер. А так как у нас вот эта схема, она ведь не рыночная на самом деле. У нас земля, которая... Стоимость земли определяется не реальной стоимостью земли, не рыночной, а процентами, которые надо с нее получить, положив деньги в банк. Значит, 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 вот просто в залог ее не оставишь. Если человек умер, и у него заберешь землю, и попытаешься ее продать по рыночным стоимостью, ты не компенсируешь денег, которые ты отдал дворянину, ну, государство отдало дворянину. И поэтому решили отдавать не крестьянам, а общине. А если не отдает общине, ну, община, она же более живучая, чем каждый конкретный человек. мы сохраняем общинность сельском хозяйстве, значит, вот этого выплеска свободной рабочей силы нет, в рынке свободной рабочей силы не формируется, то, чем Ставыпин потом будет бороться, он же с общиной будет главным образом бороться, он капитализм будет строить. Мы как-то с вами гуляем очень широко по разным темам. Есть о чем поговорить. Приятно. Нет, я люблю такие темы трепаться, к тому, что наши... Ну, я понял, в очередной раз, и, наконец, я решил откликнуться на ваш набер. Нет, я не знаю, вы хозяин, вы хозяин. Мы ведь так и не договорили о нашей истории, а нас история-то богатейшая, богатейшая. Давайте договорим про нашу историю. Вот, на Урал, то есть, подводя, резюмируя наш семинар, значит, на Урал люди приходят, ну, тут разные, ну, не будем говорить про Большой Урал, Урал, он от Каспия до Ледовитого океана, поэтому тут на Средний Урал, вот, при Камье приходят люди в эпоху Палеолита, это были люди, явно не такие, как мы, то есть, это какие-то параллельные ветви существующую виду Homo sapiens sapiens и сохраняются здесь до сегодняшнего дня. Фактически все эпохи присутствуют в археологических памятниках, задокументированы в истории человечества, вот, начиная с Палеолита и заканчивая современностью, вот, и все потому, что география, потому, что мы на перекрестке, у нас еще вторая есть дорога, вот, водный путь, а еще хребет уральских гор, которые меридионально растянуты, и люди, как бы, в гору-то не пойдут, и они с юга на север, потихоньку вдоль гор, к нам, в наши места, с юга, ну, конечно, не с ледника же приходить, ну, так считается, и мы на перекрестке, как раз, и здесь всегда людно, на перекрестках, поэтому нам повезло, с археологией, толкучка, толкучка, ну, что, будем благодарить публику, да, спасибо большое, я надеюсь, хоть кто-то, кого-то, я не усыпил, да нет, никто, никто не спит, спасибо, публика родная, не забудьте поддержать мой канал, и, кстати говоря, у моего гостя есть канал на ВКонтакте, ну, и на Ютубе тоже есть, но в общем, ВКонтакте, но надеюсь, мне скинет ссылочку, я ее внизу, обязательно, есть у нас в Перми такая программа на радио, Перим Форева называется, и мы там последовательно пытаемся рассказать историю нашего края, начиная как раз с, еще до человеческих времен, с геологических времен, и вот потихоньку, соответственно, этого радио есть, видимо, в интернете канал, ну, вот я его веду, фактически, на своей странице, потому что, ВКонтакте, аудио ряду, и вообще, так вот, мне кажется, что, красиво, красивше получается, ссылочку, я от вас жду, не менее, хорошо, спасибо публике, родное, спасибо, всего доброго, кто пойдет выключать, кто пойдет нажимать на кнопку, пойду выключу, давайте нажимать на кнопку, а я буду махать руками, улыбаться, все, а сейчас, погодите, а вы мне хотели взять интернет еще, как же, ну, у нас такой, так, что, 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 у меня просто моргает батарейка здесь, так, давайте вот тогда подзаряжать, и списывать вот то, что сохранилось, куда-то, нет, мы просто другую камеру возьмем, подзаряжать ничего не будем, просто так давайте, звук там записался, я очень надеюсь, сейчас проверим,